Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну и на сдачу дерутся призраки Которые есть у него на базе Это 6 атак на 1 дюйм Пятерка на попадание, четерка на 2 вунд Ранда нет, 1 дамаг Но смысл в том, что они на шестерку на попадание Делают Mortal Wound По кейвардам у него Death, Death Lords, Monster, Hero, Wizard, Nagash Ключевое у нас то, что Монстр и герой, то есть имеет доступ к обеим Таблицам Monstrous Rampage И героических деяний, то есть И его Звездный час И отмена команды Биллок И дополнительные Морталки И разрушение Террейна Все к его услугам И дополнительный тухий бонус против монстры Все это он может делать Это очень круто Все в сочетании дает довольно Приличного живучего бойца Смотрим на его таблицу Соответственно таблица деградации довольно стандартная Каждые 3 раны просаживают его Все ниже Но что же, какие же бонусы у него есть Во-первых, пока он целый Он может кастить и развеивать 5 дополнительных заклинаний А также, также получает Плюс 3 к своим кастам И плюс 3 к анбиндам Все эти показатели деградируют Но, посмотрим на его магию Во-первых, он будет знать обе лоры Из книги Soulblight Grey Lords То есть Deathmages и Vampire То есть очень много заклинаний Сам по себе, это базово Без учета бонусов Он кастит и анбиндит 3 заклинания То есть плюс 5 Это по 8 заклинаний Он может делать и анбиндить Пока он цел С плюс 3 И на то, и на другое Это очень круто Очень много Это его магия В магии у него также представлены Два его собственных спыла Это рука праха Hand of Dust Которая кастуется на восьмерку Если успешно скачена Выбирается одна вражеская модель В трех дюймах от него Далее Тайком от оппонента Вы берете один кубик В одну из своих рук И показываете ему Собственно два кулака И он должен угадать В какой руке у вас кубик Обычная такая игра В угадайку Весьма уникальное Правило таких больше не встречается Ну почти Если они выбирают Руку В которой у вас есть кубик То тогда никакого эффекта Не происходит А вот если ваша рука Пуста Выбранная Тогда эта модель Автоматически погибает Ну насколько это круто Рассказывать наверное не надо Потому что есть всего Пара моделей в игре Которые могут Игнорировать Правила слейн Это Готрик И Марати Остальные же Сколько бы у них ран не было Какой бы сейф Какой реген Отхил Варда Все это не имеет значения Модель автоматически умирает Таким образом Можно валить Великих демонов Больших монстров И прочих Крутых ребят Через которых Иными способами Даже марталками Пробиться сложно Очень крутое заклинание Но правда ситуативное Потому что для него Надо быть в трех Дюймах От своей жертвы Но в принципе Нагаш прийти сможет Потому что Помним что мы в девятый С полетом В лоре вампиров У нас есть Заклинание Которое дает Плюс 6 к му Это 15 му Ну в общем Все у него С этим будет хорошо Второе заклинание Soul Stealer Кастуется на шестерку Ну похититель души Если успешно Скачено Выберите один Вражеский юнит В 24 дюймах От кастера 24 дюйма Это хорошо Нагаш Также должен Видеть этот юнит Но так как Модель у него Огромная А еще у него Есть правила Полет Спрятаться от него Будет Ну довольно проблематично Кидайте два кубика Если бросок Выше чем Вражеская Характеристика Брейвака Брейвир характеристика То получает Д3 Морталок Если вы кинули По крайней мере Вдвое больше Чем Брейвир характеристика Противника То Д6 Морталок И таким образом Сколько Морталок вы нанесли За каждую Из них Вы хиляете Одну рану Нагаш Ну то есть Условно Нанесли 6 Морталок Нагаш 6 ран Полечили Очень хорошо Хороший источник Лечения Это круто Это нравится Но это еще не все По его заклинаниям У него также Есть приписочка Что он умеет Кастить Аркан болтов Неограниченное Количество Даже при условии Что кто-то Из одной армии С ним Уже пытался Скастовать Это заклинание Что на практике Означает Что Нагаш Может скастить 8 аркан болтов Прийти в ближний бой И в начале Героической фазы Разрядить 8 Д3 Морталок Оппоненту Прямо в лицо 8 Д3 Морталок Это в среднем 16 Морталок Прибавляем еще Допустим Дополнительные Морталки За то что он Монстр То есть на 2 Плюс еще Д3 Это еще в среднем 2 18 Морталок Нагаш Может внести До всех своих Атак А я напоминаю Что атаки У него довольно неплохие 18 Морталок С одной модель Вдумайтесь Это минимум Можно нанести больше До 27 соответственно 9 Д3 Максимум Что он может сделать Вот столько можно Морталочек До 10 Это в принципе Ваншот Также для многих юнитов А если не ваншот То очень тяжелые потери Это очень круто То есть Нагаш Это такой нюкер У нас Который просто подлетает На 15 Муве Тогда ну правда Аркан болтов будет 7 Если он нигде не кинул 2 единицы А с его бонусами на каст Он 5 из пылы Скастит Он может прям нанести хорошо А там биндить его Довольно сложно Хоть и можно Но опять же Попыток скастить у него много Чем больше тем лучше Плюс он еще в ближнем бою Совершенно не дилетант Поэтому Вот таким образом Он может вынести Ну почти кого угодно В игре Я думаю за один ход Это очень Очень хорошо Также у него есть Правило инвокация Нагаши Это наша усиленная Если помните По таблицам Инвокация смерти Где мы могли За героев С определенными кейвардами Выбирать 4 3 или 2 юнита И воскрешать По Д3 модели Лечить по Д3 ран Ну в общем Нагаши может выбрать 5 юнитов В любой комбинации Если станет Должен быть Саммонабл И Таким образом Вы можете Полечить им Не Д3 вунды А 3 То есть ему Ничего кидать не надо Он сразу на максимум Это делает для 5 юнитов Более того У них нет никаких Ограничений по радиусу Вернее у нее У этой инвокации Соответственно Вы просто выбираете 5 юнитов на столе Нагаши свое влияние Распространяет на все поле боя Это очень и очень круто Но это еще не все Нагаши дальше пробафает Ваши юниты Потому что у него есть Командабилити Которая также работает На все поле боя Называется Supreme Lord of the Undead Использовать ее нужно В героическую фазу Что очень круто Потому что она не перекрывает Вашего доступа К Командабилкам В другие фазы Работает Как я уже сказал На все поле боя И если вы это делаете То все ваши юниты смерти Неважно Самминабл Не самминабл Солблайт Гравлордс Или их союзники Из Грандальянса смерти Реролят единички На попадание Реролят единички На свои сейвы И просто игнорируют Баттлшок тесты Любые Это очень-очень круто Потому что реролы Сейчас массово забрали Их осталось не так много И это на ближайшие годы Явно что-то такое Эксклюзивное И вот Нагаш Раздает всем юнитам Включая естественно себя То есть он дерется И еще лучше И живет еще лучше Реролы копеечек Реролы сейвов Хитов И игнор Баттлшока То есть вам не надо Тратить КП На прохождение Баттлшока Скажем Своей большой пачкой Зомбаков Которую сильно проведили Вам не страшны заклинания Которые заигрывают С вашим Баттлшоком У вас есть надежные Хорошие реролы Вам это пригодится Либо на Морталке Либо для элитных юнитов В общем Это очень крутая команда Обилка Но ей все не ограничивается Потому что Также доспех Нагаши Ему дает защиту От Мортал Вундов То есть еще дальше Повышает его живучесть Берем на карандаш У него 16 ран Третий сейв Сам себя за команда Обилк Которую он однозначно Будет использовать Каждый ход Он дает рерол Копеек на сейв Также у нас есть Защитная команда Обилк Колаут-дефенс Которую можно использовать В шутинг-фазу И или в комбат-фазу Есть Файнас Тауэр Еще на плюс 1 к сейву Мистик Шилд Может сам на себя Класть на плюс 1 к сейву То есть По факту Нагаши может летать Во втором сейве С реролом единиц И с игнором Второго ренда И сделать это Не то чтобы сложно Не то чтобы это было Нереалистично Это вполне реалистичный сценарий Если вам надо его защитить Или послать его куда-то Прямо в гущу боя Вы так скорее всего И поступите Но от Морталок Наш Великий Некроман Также защищен У него четвертая варда От Мортал Вундов Что очень хорошо То есть Половину Мортал Вундов Он буквально Игнорит входящую И Более того На шестерку Он Эту Мортал Вунду Которая была занесена ему Переключает В оппонента В того Кто его атаковал Что очень круто То есть Очень условно говоря В него отобьются Люминетские копейщики Нанесут ему 10 Морталок 5 из них он скорее всего Поигнорит Но при удаче Можно и больше Найдет пару шестерок И на этих паре шестерок Он занесет пару Морталок Круто Очень круто Так что Ногаш весьма живучий Скомбинируйте это С его собственным Заклинанием На отхил С тем что Есть героическое действие На отхил Брейвак у него 10 Поэтому запариваться Он над броском Особо то не будет Мы получаем Очень солидного Рукопашного бойца С очень крутой магией Потому что эта магия Может быть как И атакующий Как я рассказывал Про 7-8 аркан болтов Буквально Да Если надо кого-то Испепелить Именно это он и сделает Он может Кастить все заклинания Из обеих лор Книги То есть и бафать армии Накладывать довольно Серьезные дебафы На противника Все это он умеет Он очень Очень гибкая модель И что хорошо Вернее Это даже не то что хорошо Это палка о двух концах Он стоит 970 очков Сейчас Это на самом деле Очень дорого Это буквально На 2000 Половина вашей армии Но Как мы посмотрим дальше Многие юниты В книге вампиров Стоят довольно дешево То есть Забегая чуть вперед Вы вполне себе возьмете Нагаша И к нему еще 120 зомби И еще несколько героев На поддержку Итого ваша армия С моделью за 1000 очков Будет очень даже Многочисленна Поэтому в этой книге У него больших проблем нет Он очень гибкий маг Очень крутой маг Он 8 раз будет Анбиндить заклинания Ваших оппонентов С бонусом Плюс 3 Очень круто Будет круто драться Когда впервые Показали новую цену Нагаша И его варскрол Его правила Ходило расхожее мнение Что турнирной игры В особенности Нагаш не увидит Его место будет На полке По крайней мере В ближайший год До следующего апдейта Цен Но уже сейчас Даже глядя на результаты Зарубежных турниров В том числе Прошел крупный турнир На 70 человек В Манчестере На 2000 Вампиры с Нагашем Заняли там Почетное второе место То есть Получается то Что Нагаш у нас Не так уж плохо И я думаю Все вышесказанное Что я про него Перечислил Какие бонусы он получает За счет своих взаимодействий С новой редакцией За счет своих Крутых правил Возможности Стакать Аркейн Болт Как раз таки Именно Нагаш У нас Очень часто Будет включаться Спортивные настера Потому что Он на самом деле Очень-очень хорош Это хороший боец Это отличный маг Это монстра Это герой У него отличная Команда Билка У него минусов Буквально нет Кроме цены Которая конечно Очень высока Но мы понимаем За что мы платим 970 очков Он очень живучий Очень хорошо кастит Очень хорошо развеет Вражескую магию Хорошо дерется В общем все это Я уже сказал На самом деле Несколько раз Нагаш Однозначно Хорош Переходим же дальше Потому что Книга у нас Не только и не столько Про Нагаша Сколько про вампиров И после Нагаша Нас встречает Один из Пожалуй Самых мемных Персонажей Вархаммер Фэнтези Баттлс И Вархаммер Эйжев Сигмар Манфред фон Карштайн Манфред фон Карштайн У нас Двигается на 16 дюймов С полетом И 12 ран Третий сейв Десятый брейвак Здесь все довольно неплохо Его мув Деградирует В зависимости от того Как он получает раны Потому что Кейворд монстр У него на месте Как и герой Как же дерется Манфред На 1 дюйм Бьет своим мечом 4 атаки 3 плюс 3 плюс 1 рэн Д3 дамага 2 атаки На 2 дюйма Своей Глефой 3 плюс 3 плюс 1 рэн 2 дамага Его с кокун Ашигарот Бьет на 1 дюйм 6 атак 4 плюс 3 плюс 2 рэн 2 дэмэджа И на сдачу Еще 6 атак С его Призрачных сонмищ Ровно как у Нагаша 5 атак Ой 6 атак 5 плюс 4 плюс Без рэнда 1 дэмэдж На 6 рэн 2 хит Это Марталки Есть таблица Деградации Как и у большинства Монстров В зависимости от полученных Ран У него снижается Мув И количество Атак С когтей Его с маунта Деградирует С 6 до 2 Киевардов У него целый набор Это Death Vampire Soulblight Gravelords Deathlords Legion of Night Monster Hero Wizard Mortar Mantler Ну то есть он Мортарах Он может выбирать 4 юнита Для своей инвокации Он монстр И герой Соответственно Обе таблицы Monstrous Rampage И героических деяний Ему доступны Здесь все круто Единственное Есть привязка К легиону ночи То есть что это означает Что его конечно можно брать В любые династии То есть в Иркас Легион крови Его везде можно брать Но он не будет получать никаких бонусов От нахождения в этой династии Он будет иметь бонусы Легиона ночи Только находясь в легионе ночи В принципе это не проблема Потому что сейчас мы поговорим О его правилах Первонаперво что надо про него знать Это то что если он Включается в армию По легиону ночи То он считается Генералом в дополнение К той модели Которую вы выбрали Генералом Очень крутое правило Потому что Его ауры работают Резко на 18 дюймов Командные Очень хорошо То есть вы можете взять Генералом Клубними нового героя Закачать его команд Трейтами и артефактами У вас еще будет Манфред Так что даже если Ваш генерал В ходе игры погибнет Но останется Манфред Вы все равно будете Получать Дополнительный Команд поэт В начале каждого хода За то что у вас Генерал на поле боя Потому что он считается Генералом Понятно что он умеет летать Здесь все хорошо Все круто Также у него есть Много Обилок Первого на первого Это голод Потому что Манфред у нас Немного так Вампир Притом уже может считаться Довольно древним вампиром В конце комбат фазы Если он кого-то убил Хотя бы одну модель То он может Получить до 3 ран Которые ему были Несен до этого Это круто Это отхил Это хорошо Манфред хороший Вокопашник В ближнем бою Мы его увидим Будет там еще и хиляться 12 ран в третьем сейве Это довольно крепкие показатели Так что Неплохо Далее укрепляет Его уже участь доспех Которую он носит Armor of Templehof Templehof Это был такой город В Сильвании Вархаммер Фэнтези Баттлс Так что доспех Это фактически Гость из Забытой эры Скажем так Гласит Что первая рана Или смертельная рана В каждую фазу Носителем Игнорируется То есть Каждую фазу Считаете Ему наносят На одну рану Меньше Чем ему нанесли бы После всех его сейвов И вардов То есть допустим В героическую фазу Пару марталов нанесли Вы поигнорите одну Соответственно Будет всего одна марталка Даже если вы не кинули варды В шутинг фазу Ему скажем 5 ран сняли Через все его сейвы Варды Соответственно Будет 4 раны Ну и так далее И так далее В общем Уменьшайте Количество нанесенных ему ран В каждую фазу Найдем Первая всегда игнорируется Меч у него тоже непростой Sword of Unholy Power Я даже помню Как он называется Да и помнить нечего Он называется Geistwar В милевэпенах написано Правило гласит Что если вражеские модели Были убиты Ранами нанесенными Geistwar То до конца Этой фазы То есть Combat фазы Прибавьте Плюс одну атаку На ближнебойное оружие Всем Soulblight Grey Lords Summonable юнитом Которые находятся Holy Vizin 12 От него Очень круто Очень хорошо И учитывайте Что Holy Vizin 12 От него Они могут быть Даже после пайлына То есть Даже если у вас юнит На 3 дюйма вылезает То при правильном пайлыне Они все равно Окажутся в этой ауре И будут иметь Плюс одну атаку Ну Мы поговорим дальше О наших Summonable юнитах Рассмотрим их Но сам факт того Что вы за обилку Не за командобилку Получаете плюс одну атаку И не на один юнит А на все в ауре Уже говорит о многом У вас будет много Summonable юнитов И в общем то Все они хотят стакать атаки И бить как можно больше раз Manfred Им это позволяет делать Сомневаться в том Что он кого-то убьет Ну в целом Не приходится 4 атаки 3 плюс 3 плюс 1 ренда 3 Дамага Это неплохо Но Чуть дальше я расскажу вам Как он это может пробафать Стать еще сильнее В общем все очень хорошо Далее следует правило Martar Hnoche В начале комбат фазы Если эта модель Находится в 3 дюймах От вражеских юнитов Читая их в ближнем бою Вы можете убрать его С поля боя И выставить заново В этот же момент В 9 дюймах От Любого вражеского юнита В любой точке поля боя То есть Представляем К нашему Manfred Пришел Архалон Говорит Сейчас я буду тебя убивать В начале комбат фазы Manfred говорит Нет И телепортируется В любое место на поле боя Это на самом деле Очень крутой И гибкий инструмент Во первых Это позволяет нам Его защищать Буквально до последнего Если вы это будете Юзать постоянно То в фазу ближнего боя Он практически Вообще не убиваем Вы таким образом Можете завязать противника Дождаться до его Комбат фазы И телепортнуться им обратно То есть Вражеский юнит был завязан Тратил на это время Стоял на месте А вы даже за это Не получите урона Это круто Таким образом Manfred'а можно Телепортировать На точки За вражеские построения Наоборот За свои построения Где вам нужно Это очень крутое Правило С очень большим количеством Использований Это очень Очень хорошо Manfred получается У нас Очень гибким парнем Также Как я уже говорил Шестерки на тухи С его призрак Наносят морталки Это правило Frightful Touch Тут говорить особо Не о чем Но кроме всего прочего Manfred у нас Волшебник Wizard Кейворд Присутствует Умеет кастить Два заклинания И может Амбиндить Два заклинания И что еще Очень важно Он может взять Заклинания Не только из лоры Вампиров Являясь вампиром Но и из лоры Deathmages Хотя сам таковым Не является Может выбрать Одно заклинание Из нашей Более полезной лоры Что однозначно Плюс Не все так умеют В общем Два каста Два анбинда Да без бонусов Но довольно неплохо Знает Arkane Bolt Mystic Shield И собственное заклинание Ветер смерти Wind of Death Кастуется на 7 Если успешно скачено Выберите Один вражеский юнит 18 от кастера И киньте кубик За этот вражеский юнит И за каждый другой Вражеский юнит В 6 от выбранного Вами юнита На 3 плюс Они получают Д3 марталок То есть Вы пуляете Буквально заклинание На 18 дюймов Выбираете юнит И он И все юниты В 6 от него То есть Фактически На самом деле Если вы правильно Выберите цель То против большинства Армии Это означает Что практически Все отряды Из армии оппонента На 3 плюс Получают Д3 марталок Это Д3 марталок На бумаге Не так много Конечно Но теперь Представьте Что Д3 марталок Получит 5-6 юнитов Оппонента Включая его Очень важных героев По моему Очень хорошее заклинание Да кастится на 7 Но вспоминаем Что Манфред У нас в принципе Имеет кейорд Легион ночи Если вы собираете его По его собственному легиону То вы просто берете Нонейм Некроманта С артефактом Морбекс Кло Который дает Плюс 2 к костам А всем магам Холливизин 12 Соответственно Манфреду тоже И на ваше заклинание У вас уже плюс 2 И это сейчас Не говоря о том Что у нас есть Несколько юнитов Которые может брать Любая династия И они еще дальше Бафают И дают бонусы на каст Так что Разбафить его В уверенного кастера Можно То что у него 2 По базе туда-сюда Это хорошо Правила получаются Неплохие Согласны? На мой взгляд да У него есть еще И команда Билка И вот команда Билка На мой взгляд Это одна из тех вещей Которая делает его Ну Чуть ли не мастхевом Вигаро Фандес Энергия Нежити Энергия Нежизни Вы можете использовать ее Раз за ход В героическую фазу То есть Уже видим Что можно будет Дальше использовать Команда Билки По ходу Сражения И в шутинг фазу И в комбат фазу И в батлшок Он все это сможет делать Круто Она ему не перекрывает Использование Если вы Используете Эту команду Билку То вы добавляете Плюс 1 На попадание И на ранение Дружественным Сулбайт Грейлорд юнитом Холлиуизин 12 До вашей следующей Героической фазы Это просто Невероятно На самом деле Все ваши юниты Самонабл Не самонабл Сам Манфред Получает Плюс 1 То хит То вунд То есть Я вот говорил Что меч можно пробафать Можно Потому что Теперь это 4 атаки 2 плюс 2 плюс С посоха у него 2 плюс 2 плюс С его маунт У него 3 плюс 2 плюс Это очень круто Все юниты Холлиуизин 12 Получают точно Такой же бонус То есть Ваши блоднайты Бьют 2 плюс 2 плюс Ваши стражи Могил бьют 2 плюс 2 плюс Да ваши скелеты Даже будут бить 3 плюс 2 плюс Забегая немного Вперед Все любые юниты Бафаются таким образом Любые герои Включая его самого Это очень крутая Команда билка Вам нужно 1 кп Чтобы получить Этот бонус До вашего Следующего Хода По факту То есть Даже если оппонент Взял дабл Вам не надо Ее даже обновлять И это еще До всех остальных Команда билок Типа All Out Атаки И всего Такого прочего Ну Как бы Стоит мне дальше Описывать Насколько это хорошо По моему нет Стоит у нас Мамфред 380 очков То есть Вы его можете Взять даже На 1000 380 На самом деле Не так дорого Он монстр Он герой Он Включая его Команда билку Сразу в профиль Он великолепный Боец Ближнего боя Он невероятно Хорошо бафает Вам армию Он бафает Вам качество Атак Притом Полностью И на ту хит И на ту вунд Он может Раздать плюс Одну атаку Самонабл юнитом И скорее всего Он это сделает Он фактически Бессмертен В Комбат фазу Потому что Он вообще Не обязан Участвовать В том бою В котором Он не хочет Участвовать Ваш Мамфред Будет сражаться Только там Где вы Сами захотите Чтобы он был У него 16 мув С полетом Я напоминаю Что можно Дать плюс 6 К муву За простейший Каст из лоры Вампиров Это будет 22 мув С полетом Он будет Вообще В любом месте Поля боя Учитывая Собственный Телепорт У него Неплохой Профиль В плане 12 ран Третьего Сейва У него Отличное Правило На игнор Первого вунды В каждую Фазу Он может Лечиться За то Что он Вампир Он может Лечиться За то Что он Герой В общем Расхваливать Я его могу Долго За 380 очков Манфред Мастхэв Притом Не только По другой Династии Но всем Остальным Он сможет И свою Обилку Раздать И команду Обилку Раздать Использует Все свои Способности Просто По полной В общем Манфред Великолепен За 380 очков Такой герой Мне кажется Нужен Вообще Всем За Манфредом У нас следует Неферата Мартар Крови А по совместительству Кстати говоря И первый Вампир Вселенной Вархаммер Что же Она может Нам предложить Точно так же 16 мув С полетом Точно так же 12 ран 30 сейв 10 брейвак Ибо на мартарах Все стандартно Точно такая же Таблица деградации По мувам И по Когтям С ее маунта По имени Нагадрон Атаки у него Абсолютно Аналогичны Манфреду С его когтей Призраков Здесь перечислять Не буду Сама Неферата У нас дерется Акмет Харом На 1 дюйм 5 атак 2 плюс 3 плюс 1 рент 1 дамаг Это ее кинжал Довольно Неплохо Кстати 2 плюс 3 плюс Хороший профиль Хотя рент Конечно и дамаг Подкачивают Но зато Спосоха 2 атаки 2 плюс 3 плюс 2 рент 2 дамага Вот здесь посерьезнее Но атак немного В общем Неферата у нас дерется Несколько хуже Манфреда Хотя в принципе Не сильно Не сильно Скажем так Просто по другому Что же у нее По обилкам Во первых Она точно так же В своем Легионе крови То есть В своей династии Считается генералом В дополнение К уже выбранному Здесь говорить Больше нечего Перейдем к обилкам Даггеров Джет В конце любой фазы Если своим ножиком С которым она делает 5 атак Она ранила Какого-то героя Но тот не погиб Кидается кубик На 5 плюс Герой слейн То есть Ну представь Дерется нас Крупным героем 16 вундовым Нанесла ему Одну рану Не убила Вы кидаете кубик На 5 плюс Этот герой Авто умирает Хорошее правило Крутое Но единственное Конечно не всегда Найдет свое применение Но будет прикольно Вы запомните Однозначно Такие моменты В своей игровой истории Когда Неферата прилетает К условному Теклису За 700 с лишним очков Или к Рагнусу Который ее Наверное конечно В ответ убьет Хотя не факт Наносит ему Одну рану Естественно Того не убивает Потому что И тут другой Довольно живучий А потом В конце Комбат фазы Закидает кубик И на лаке 5 плюс То есть на 5-6 Модель за 700 с лишним очков Уходит Довольно неплохо Но опять же Не во всех партиях Пригодится Хотя когда Сработает Вы запомните Как я уже сказал Также она Мартарх крови В конце любой фазы Вернее Комбат фазы Если она Кого-то убивает То хиляет Д6 ран Заметьте То есть у всех Вампиров Включая манфа Депрала Захангер Называется И лечит Д3 ран У нее же Д6 Но это как раз Так отражает То что она Древний вампир И кровь Прям Ну очень хорошо Усваивает И умеет Прям этим пользоваться Д6 ран похилять Уважаемо Очень уважаемо Далее Кастует Анбиндит Она Два заклинания Точно так же Как Манфорд Никаких бонусов У нее на это нет Ее собственное Заклинание Дарк мист Темный туман Кастуется на шестерку Если успешно скачено Выбираете Один дружественный Юнит Солблайт Грейвлорд С полностью В 12 От нее И игнорируете Модификаторы Негативные Когда Кидаете сейв До следующей Героической фазы Ну как это работает Вы выбираете Юнит Блоднайтов У которых Третий базовый сейв Кладете на них Это заклинание Можете это заклинание Соответственно Обновить Вы игнорируете Абсолютно Любой рент Или не рент А допустим Модификаторы Минус 1 к сейву Как у Камня бисманов Когда делать За них сейв Притом Негативные Но не положительные То есть на них Все так же Можно положить All Out Defense Или Mystic Shield И иметь второй сейв С игнором модификаторов Заклинание Очень полезное Очень хорошее У него есть только Один минус На самом деле Противник точно Будет пытаться Его отомбиндить Использовать Надо просто Грамотно На тот юнит Который у вас Прям будет сражаться Сражаться Ну и команда Билка У нее естественно Тоже есть собственная Она может использовать Ее раз за ход В героическую фазу Точно так же Как у Манфред Довольно неплохо Если вы это делаете Минус 1 Из бросков На попадание В ближнем бою По вашим Дружественным Soul Viber Lord Юнитам Полностью в 12 От нее Ну это конечно Полезная защита Минус 1 Тухит Все дела Но во первых Не в стрельбу А вот от стрельбы Бы хотелось защититься В первую очередь Во вторых Ну не такой крутой Бонус Как у Манфреда Почему я ее сравниваю С Манфредом Ну просто потому Что стоит она 365 очков То есть всего На 15 очков Меньше чем Манфред Но Разница между ними Ощутимая Неферата конечно Понятно Она в отличие От Скажем так Более агрессивно Играющего Манфреда Заточен на защиту Как ее заклинание Так и ее команда Билка Но вы просто вдумайтесь Минус 1 На попадание В ближнем бою В относительно Небольшой аури И игнор ренда Одному из ваших юнитов Или плюс 1 атака Всем вашим юнитам В 12 дюймах И плюс 1 2 хит и 2 лунт Всем вашим юнитам Это только Про Баф армии Я не говорю о том Что Манфред В принципе В потенциале Чуть ли не убиваем В общем Манфред За практически Такую же цену Полезнее 100 крат Он и сам Гораздо более живучий Гораздо более Хорошо дерется И круче Взаимодействует С вашей армией Неферата Выбор только для тех Кому нравится Бэклор Нефераты Вот я так скажу Потому что даже В тот же Легион крови Если вам захочется Гонять от него Лучше взять Манфреда Он с ним будет Работать лучше Чем сама Неферата И это даже Несмотря на то Что у Неферати Привязка ее Легион на уровне Кейворда Лиджин оф Блад Она также Монстр-герой Также может Выбирать Заклинание Из любой лоры Это круто Это хорошо За 365 и 380 Манфред Просто лучше Во всем Абсолютно В любой расписке Поэтому берем Манфреда Неферата Только для Тех кому хочется Неферату Далее у нас Следует Князь Вардрай Еще наш Один герой Монстр Сразу спойлер По кейвордам Это у нас Предводитель Династии Костелай Это у нас Тоже отображено В кейвордах Это фактически Лорда вампира На драконе С пробафанными Характеристиками Уникальным Заклинанием Командобилкой Что же имеем 14 мув С полетом 14 ран 3 сейв 10 брейвери Тут все стандартно По оружию Его кровавое копье Бьет на 2 дюйма 4 атаки 3 плюс 3 плюс Второй рен 2 дамага Сразу скажем Что если он В этот ход Чаржил То есть атаковал Он прибавляет Плюс 2 к дамагу И плюс 1 к ренду То есть на чарже Князь Имеет 4 атаки 3 плюс 3 плюс Третий ренд 4 дамага Это очень мощно Это просто Не сказать как мощно Очень хорошо Третий ренд Сейчас очень полезен Учитывая что Ценность ренда Немножко у нас потерялась Учитывая количество Источников Плюс 1 к сейву Четвертый дамаг Это тоже Как вы понимаете Очень прилично Далее 3 атаки Спасти его дракона На 3 дюйма 4 плюс 3 плюс Второй ренд Д6 дамага Ну неплохо Стандартная такая Атака спасти Ничего особенного Попасть тяжело Пробить в среднее Но хороший ренд Дамаг Д6 Можно накинуть И 7 атак На 2 дюйма С когтей дракона 4 плюс 3 плюс Первый ренд 2 дамага Деградирует От соответственно Количества полученных ран Кстати как и его мув С 7 до 3 Ну кстати не самая страшная Деградация То есть атак он будет Делать прилично Помним что ему можно дать Командную способность Лаут атак То есть плюс 1 к хиту Займит спокойно Можно также дать His finest hour Его звездный час Это плюс 1 тун Плюс 1 к саюу В общем когда вам надо Им прям залететь Вот прям хорошенько И быть уверенным Что он что-то сделает Это прям вот Юзайте на него И получается хороший профиль В принципе сам по себе Тоже довольно Ничего так Что же у него По правилам Естественно В династии Кастилай Он считается генералом В дополнение К выбранной модели Он вампир У него правила За хангер Как у Манфреда Напоминаю Что если он кого-то Убил в комбат фазу То в конце этой фазы Лечит себе Д3 ран Также у него Есть кубок крови Челесов блат Это раз за битву В героическую фазу Вы можете Полечить ему Д6 ран Которые были ранее нанесены Еще один источник Отхила Довольно хороший Видим что герой Прям может хилиться С третьим Савелом 14 ундами И так как он Герой Солдай Грейлордов У него есть Шестая варда Никто у него Этого не отберет Довольно живучий Про копье Уже сказали Также его дракон Может В шутинг фазу Выбрать Один вражеский Юнит В 9 От него И кинуть кубик На 3 плюс Он получает Количество Смертельных ранений Mortal wounds В зависимости От таблицы Деградации По таблице Деградации Он у нас наносит Д6 Mortal wounds Притом Игнорируя Первую ступеньку Деградации То есть пока Вы не снесете Ему 7 wounds Он будет наносить Д6 Морталок И вот забавно Если ему нанесено 7-9 ран Он наносит 3 морталки Фиксировано И знаете что я вам скажу Смех в том Что 3 морталки Фиксировано Зачастую лучше Чем Д6 Потому что С 50% вероятности Вы кинете Столько же Или меньше На этом вашем Д6 А здесь 3 фиксировано В общем дальше Д3 и 1 Но это уже не сильно важно Если он у вас Оказывается В таком плачевом состоянии Скорее всего Жить ему недолго И пострелять он не успеет А так На 3 плюс До 6 морталок От 1 до 6 Или фиксировано 3 нанести Это прям очень хорошо Ничего попадать ему не надо Это просто 3 плюс То есть можно Спокойно Снайпить вражеских Мелких героев 5 вундовых Да даже 6 вундовых На удачу Наносить им дамаг Юнитом тоже будет Я вас уверяю Неприятно Хороший выстрел Также он волшебник К сожалению Не настолько хороший Делает Амбиндит Всего одно заклинание Никаких бонусов нету Может пользоваться Заклинаниями Только из лора Вампиров Ну то есть Выбрать дополнение К себе И есть собственно Уникальное заклинание Квикблад Быстрая кровь Помню В вампирских графствах О храме Хэнтези Бэттлз Квикблад Это была такая Обилка У вампиров Ее можно было Добирать в дополнение Теперь это сделали Заклинанием уникальным Кастуется на семерку Тяжелый каст Между прочим Но зато если успешно Скачено Плюс один Тухит и Тувунт Для кастера То есть Он в свое копья Будет бить 2 плюс 2 плюс Просто так Бо всяких Мандопилок Да Полезное заклинание Учитывая что он Прямо Прямо скажем Ближнебойный персонаж Такой мощный бонус Ему зайдет Хорошо Есть только один минус Как я сказал Сложность заклинания Это тяжело Скастить Бонусов у него нет Еще могут и Пан Бенедит Потому что не самый Магический парень Никаких бонусов нет А вот у Вражеских заклинателей Они очень даже могут быть Команда Билка Фист оф Нагаш Кулак Нагаша Вы можете использовать Ее раз за ход В героическую фазу Если вы это делаете Выберите Один Другой Дружественный Юнит Герой Соллайт Гравлордс Хироу Полностью Дюйм От модели И в трех От любого Вражеского Юнита Этот герой Может подраться Ну то есть Фактически Как это работает Выберете условного Принца Вардрая И Манфреда Манфред залетает В ближний бой Вардрая держится Холливизин 12 От него Начинается Ваш ход И в свой ход Манфред у вас Может подраться В героическую фазу За Команд Пойнт Дальше он сможет В Команд фазу Соответственно подраться Это прикольно Все прикольно Все хорошо Если не одно но Это цена Нашего Принца Вардрая А стоит он Очень и очень прилично 455 очков То есть Дороже того же Манфреда на 75 455 Вдумайтесь Это большая цена За героя Который По факту Умеет только лишь драться Его команда Билка бесполезна Если нету героя Еще одного Такой же весовой категории То есть условно Там Манфреда Нефераты Не имен Нового вампир лорда На зомби драконе То есть Это прям дорого С другой стороны Если вы играете По костелаю И хотите Фаново прям Собрать Орден Рыцарей крови То вы берете Принца Вардрая Вы берете Неименового лорда вампира На зомби драконе Назначаете его Своим генералом Обмазываете его Артефактами Командрейтами Заклинаниями Залетаете ими в ближний бой Вардрая сам по себе Дерется очень хорошо Этого не отнять Он может в принципе Аннигилировать целые юниты Сам по себе Довольно неплохо живет И дальше Просто в героическую фазу У своего лорда вампира Активируете дальше И дальше И дальше И дальше Очень неплохо Но вот цена Если честно смущает Мне кажется Ему нету места В турнирных играх Но если вы при этом Просто играете с друзьями Хотите подписать Что-то необычное Или вы прям фанат Кровавых драконов То есть Вампирских Рыцарей Чего-то такого То в Вардрае Да для вас Он хороший выбор Он приятный Дальше Идет Принц Дюаль Вернее Князь Дюаль Я думаю Правильнее перевести так Это герой Из нашей Underworlds Банды вампиров По кейвардам У него Death, Vampire, Soulbite, Greylord Hero, Wizard, Prince, Дюаль Ну то есть Понятно Стандартный набор кейвардов Для вампиров нашей армии Это вампир лорд именной Если что Шестой мув Пять вундов Третий сейв Десятый брейвак Абсолютно стандартные показатели Для лорда вампира Четыре атаки На один дюйм Три плюс Три плюс Первый рэм Два дамага Также абсолютно стандартный набор Атак пешего ближнебойного героя Правило голод Если кого-то убили Хиляйте Д3 ран Я больше даже не буду описывать Что оно делает Просто правило голод Вспоминаем Что если кого-то убил В комбат фазу В конце комбат фазы Хиляйте Д3 ран Может кастить Анбиндиси Одно заклинание Знает Аркейнболт Мистик Шилд Выборное заклинание Из лоры вампиров И также свое собственное Финди Шлёр Которая кастуется на пятерку Если успешно скащена Выберите один вражеский юнит В 6 дюймах От него Который он видит Всего 6 дюймов Плюс 1 тухит По нему До вашей следующей героической фазы Ну все хорошо Смущает только радиус 6 дюймов То есть ему надо для этого Прийти в ближний бой А вот сколько он там проживет Сам по себе большой вопрос Команда билки у него нету Ничего нету Толку от него Ну не знаю Есть важный нюанс Что он обязан Идти в составе своей банды Это еще 3 Маленьких вампирчика Которые следуют за ним Входит в одну цену с ним Кримсон Корт Его банда Это 3 вампира У всех по одной ране 4 сейв Чего у вампиров По одной ране 4 сейв Да хорошо То есть в принципе Если проткнуть его Куда-нибудь в живот Скажем так То он умрет Как простой человек Окей Круто ГВ Спасибо за хорошо проработанные Правила На небольших вампиров Очень круто Очень приятно Да спасибо Естественно это сарказм Шестой мув Десятый Брейвак Их здесь Трое У инфорсера Который у нас С двуручной палицей Которого зовут Горат Горат Плюс 2 раны То есть он Трехвундовый Вау Круто Спасибо А почему они все Не трехвундовые Мне непонятно Также есть правила Голод Которое нужно По факту Только к Горату Потому что Единственный Кого не убьют С первого попадания Который сможет полечиться Когда он Юнит Этих ребят Двигается Могут Игнорировать Террейн Как будто бы они летали Круто Но мув здесь Шестой зачем это нужно Не очень понятно Ладно бы они могли Через юниты Проходить Но нет Атаки Ну смотрите сами Две атаки На 2 дюйма 3 плюс 2 плюс Без рэнда До третий дамаг Три атаки На 1 дюйм 4 плюс 3 плюс Первый рэн Первый дамаг Две атаки 4 плюс 3 плюс Без рэнда Первый дамаг На 1 дюйм Все по атакам Все никаких Больше обилок нет Это три модели Всего лишь И вот теперь Внимание Вместе с Принцем Девалем Они стоят 200 очков 200 очков Вдумайтесь в это Это очень много Это фактически Вампир Лорд Без каких-то особых Обилок И с очень плохим Заклинанием И три Одновундовых модели В четвертом сейве Ну прям очень плохо Это бесполезно Просто не берите Это проматываем дальше ГВ в очередной раз Не смогло В нормальный Дизайн правил Для Underworld Банды Я вообще удивлен У них некоторые банды Получаются очень хорошими Крутыми Атмосферными И все такое прочее Их интересно выставлять Ими можно играть И есть вот это вот Нечто За 200 очков Просто эта страница Вам не нужна Можете Замазать ее краской На самом деле Следом у нас идет Лау Кавай Мать ночных кошмаров Это венгрианский лорд Новый герой Привязка к Эвенгории Династии Эвенгории Это если помните Наши Ребята Которые очень любят монстров Но абсолютно ничего Не могут им предложить Да-да Привязка к династии Если честно Все сильно портит Это монстр Герой-волшебник Death Vampire Soul Bligar И в лорд Слау Кавай Это ее кейворды Если что 12-й мув с полетом 11 ран 3-й сейв 10-й брейвак Бьет В ближнем бою 4 атаки На 1 дюйм 3 плюс 3 плюс 1 рент 2 дамага 3 атаки На 3 дюйма 4 плюс 3 плюс 1 рент До 6 дамага Мини-дракония пасть Такая На самом деле Это ее Когти на крыльях И с хвоста Д6 атак На 1 дюйм 4 плюс 4 плюс Без рента 1 дамаг Я вообще не понимаю Зачем этот профиль нужен был Спасибо Очень круто Умеет летать Считается генералом В династии Айвенгории Даже если был выбран Другой генерал Вернее в дополнение Это хорошо Что у нее по способностям После того Как она Сделала чардж То есть пришла к оппоненту Выбираете Один вражеский нит В одном дюйме От этой модели И кидаете количество кубов Равное Ее броску на чардж Что интересно Нет приписки Что не модифицированное количество То есть Если вы где-то Взяли условно говоря Плюс 5 к чаржу То плюс 5 кубов На этот бросок На 5 плюс Одна марталка Ну приятное свойство Если вы кинули Высокий чардж Там типа 10-12 То можно найти Несколько марталок 3-4 штуки Это полезно Хорошо Почему бы нет Лучше это иметь Чем не иметь Очень хорошее правило Идет следом Nightmares Миазма Миазма Ночных кошмаров Все еще Пока вражеский юнит Находится в 3 дюймах От нее Вернее от любых моделей С этой обилкой Они у нас еще будут Запомните это Вражеский юнит Получает дебаф Минус 1 к ренду На атаке В ближнем бою Ну вернее На ближнебойное оружие То есть Все юниты Которые завязаны с ней По факту Имеют минус 1 к ренду В профиле То есть был второй ренд Стал первый Был первый Стал нулевой Отрицательного ренда Естественно не бывает Но круто Это повышает Как ее же участь На третий сейв Так и же участь Допустим Если она будет заходить Вместе с Бладнайтами Или другими Бронированными юнитами Которые как раз Хотят понижать По себе ренд Чтобы иметь профит Так сказать С своего высокого сейва Хорошее правило Вот за это будем ее любить Но на самом деле Не ее Все спойлерю и спойлерю Ладно Следующее правило Undeniable Impulse В начале вашей героической фазы Кидайте кубик за эту модель Если выпало Значение Которое равно Или меньше Чем нынешний батл раунд То до вашей героической фазы Следующей Эта модель может бегать И чаржить Но при этом Не может использовать Команда Билки Ну Такой трешачок Если честно Потому что это герой Который и себя хочет Команда Билками обмазывать Может какие то юниты У которых нет чемпионов Плюс у нее есть Собственная команда Билка И вот вопрос Учитывая что у нее 12 мув Можно все еще дать Ей аметистов и пиньоны Из лоры вампиров И дать плюс 6 к муву Она очень хочет бегать И чаржить Но при этом не иметь доступа Команда Билкам Нет Это правило скорее не бонус Это правило скорее Дебаф Вот Оно портит на самом деле Всю малину Равно как и ее привязка К династии Авенгории Следующее правило Голод Про голод вы помните Это вампир Что так что само собой Она также заклинатель Умеет делать одно заклинание И развеивать одно Знает Аркейн Болт Мистик Шилд Может брать из лоры вампиров А также есть Собственное заклинание Death Downpour Кастуется на восьмерку Если успешно скачено То вражеские юниты Которые их кидают на чарж В 12 от нее Ополовинивают свой бросок Приятное заклинание Приятное на самом деле Работает как аура Заводьте ее в ближний бой Ваша армия держится Позади или на подходе Ну или связывает оппонента В общем Использование масса И допустим Ваш оппонент кинет на чарж 12 Теоретически очень хорошо На самом деле нет Это будет всего лишь 6 Даже работает так Что он подходит В 3 дюйма К противнику В 4 И противник не может Встать от нее ближе Чем в 3 Ему надо бы кинуть 3 на чарж Но за ее правила Ему надо будет кинуть 6 Что уже не всегда так круто Хорошее Хорошее заклинание Аура Нихоли Визин Может пригодиться Тактических использований У него масса В зависимости в том числе От того Как вы строите свой лист И ее команда билка A Queen Amongst Monsters То есть Королева среди монстров Королева монстров Вы можете использовать ее Раз за ход В героическую фазу Ну хорошо Хотя бы не блочит вам Применение других командобилок Но опять же Я говорил про правила Undeniable Impulse Вообще не факт Что вы сможете использовать Какие-либо командобилки Включая эту Так вот Используйте ее В героическую фазу Если вы это делаете Выберите 1 вражеский юнит На поле боя Без ограничения дальности До вашей следующей героической фазы Добавьте Плюс 1 на попадание По этому юниту За ваших монстров Окей Прикольно В принципе применение есть Особенно если вы Хотите играть от Бонстр хэви армии У противника есть Какой-то тяжелый юнит бивень Или тяжелоубиваемый герой Такое подспорье Будет не лишним Плюс 1 тухит Хорошо Окей Продано Лау Кавай Стоит 285 очков Довольно дорого Довольно дорого За то что она делает Да она без сомнения Неплохой танк То есть понижает Рент врагов В 3 дюймах от себя То есть в ближнем бою Ее уже сложнее пробить Там базовый третий сейф Она герой монстр То есть получает Возможности обеих таблиц Монструозные Героические Может плюс 1 к сейву Иметь из разных источников Это и мистик шилл Который она может Кастить All out defense И his finest tower В общем все хорошо Но 285 очков смущают Ее нельзя закачать Артефактами И команд трейтами Характеристики Для ближневбойного героя У нее если честно Очень средние 2 профиля Всего лишь с первым рендом Один вообще без ренда Там вообще непонятно Зачем он делался Вот честно Почему так плохо надо было Я не в курсе Есть 3 неплохих атаки Но дамаг d6 Вы можете кинуть Как 6 так и 1 Я так уже делал То есть Абсолютно Непредсказуемый Герой в ближнем бою Может не убить Вообще ничего А может Снять модель За 500 очков Вопрос Как вы накидаете Плюс характеристика У нее нападание Четверка Вы понимаете Не самый хороший Ударный юнит Но танк прекрасный Отличный сопор Для вашей армии Возможно Стоило бы подумать Брать ее или не брать Если бы у нас не было Скажем так Ее братика Неименного варианта Лауки Вай Венгрианского лорда Это у нас уже красавец-мужчина Он неименной Его закачивать можно По профилю Абсолютно все то же самое Единственное что На одну рану меньше Атакует Бьет точно так же То же самое Правило на понижение Ренда Тот же самый Вампирский голод То же самое Баф-дебаф Undeniable Импульс Где он Возможно не сможет Использовать команду Билки Но сможет бегать И чаржить Точно так же Кастит Абиндит Одно заклинание Знает Аркейн Болт Мистик Шилд Собственное заклинание У него Отличается Кастуется На шестерку Если успешно Скачено Выберите Вражеский Инд в 12 От него И по нему Плюс 1 На 2 вунд В ближнем бою До вашей Следующей героической фазы Ну по моему Это очень и очень хорошо То есть Фигак Вражеский юнит Все ваши юниты Не только венгрианец Плюс 1 туун То есть вот у Лауки Есть команда Билка Да Которая он не факт что сделает И там плюс 1 на попадание Только для ваших монстров По этому юниту А здесь для любых юнитов Плюс 1 на ранение Что гораздо более Редкий баф Так что круто Хорошее заклинание Кастить не так сложно Шестерка Умеренно Все хорошо Команда Билка Также отличается Используйте ее В конце комбат фазы Если Атаки Сделанные Дружественным Солдайберлорд Юнитом В эту фазу Уничтожили вражеский юнит Если вы это делаете То вы можете Похилять Д6 ран Ранее нанесенные Этому юниту Который уничтожил Врага Противника Оппонента Окей В принципе Ничего так Но я бы сказал Больше на сдачу То есть если опять же У вас есть монстра Или юниты Типа Блоднайтов Хотя у них тоже есть Ванкирский голод Спойлер Спойлер Им не надо Так что только если есть Очень тяжело раненая Вампирская монстра И она смогла Кого-то уничтожить То вот тогда Стоит задуматься Над применением Командобилки И похилять Дополнительно В дополнение К голоду Ну на себя Можно например Рассчитывать Если опять же Кого-то убьешь Ну на сдачу На сдачу На самом деле И вот что Он стоит на 5 очков Дешевле Лауки Вай 280 Как вы поняли По профилю Характеристикам Примерно все то же самое Нету только Морталок на черже Ну да и фиг бы с ними Это не ваш Нарезатор Да основной На одну Рану меньше Но Его же можно Закачивать И Вспомним Наши команды Рейты Вспомним Наши артефакты Вспомним еще Так же То что У этого Венгрианского Лорда По киевардам В отличии от Аллауки Вай Нету привязки К династии Авенгории То есть он может Браться в любую Династию И получать Все плюшки От этой династии Команды Рейты И артефакты То есть берете Виркас Он уже раздает Ауру Плюс 1 туунт Вашим самым Абл юнитом Еще плюс 1 туунт Кстати Хоть они и не стакаются Но полезно При условии Дебафа у противника Он может Реролить свои попытки Наказа заклинания Что делает его Уже более Представительным кастером Любая другая Династия Также даст ему Свои бонусы И я вас уверяю Что среди Командрейтов И артефактов Вы найдете Что-то полезное Чем его можно закачать Даже банально Из общего Пула энхансментов В базовых правилах Есть Медальон Это артефакт На пятую ворду Давайте ему пятую ворду И по-моему Будет прекрасно То есть и так танчит Только у меня шестой У него ворда пятая Самое простое И самое эффективное Его я советую брать Особенно на маленькие форматы У него если вы заметили Как и у Лауки Нету таблицы деградации Хотя он монстр То есть кейворд есть Также он герой Как и Лаука То есть Опять же Обе таблицы здесь доступны Оно кастит Оно в принципе Дерется туда-сюда Восстанавливается Дебафает врага на ренд Что очень хорошо То есть заводить его С кем-нибудь блуднайтами Очень приятно То есть берете его Там пять блуднайтов Или две пятерки Водите их вместе Мы с Тамарой ходим Парой Становится ваш принцип на игру Заходите Во вражеский юнит Он дебафает там ренд Блуднайты используют На себя там Допустим Лаут Дефенс Он же может на них Положить Мистик Шилд И живучесть Его самого И отрядов Которые он сопровождает Очень хорошо повышается Также заходите Вместе с ним Этими же блуднайтами Он как монстр Может допустим Запретить оппоненту Использовать Командные способности На три плюс За способности Из монстрозной таблицы В общем Хорошо Применений Масса на самом деле Танчащий герой Крепкий Монстра Лечится Кастует Дерется Я советую брать 280 очков На самом деле Того стоит Посмотрим же На нашего следующего героя Матриарха Династии Виркас Первую из Виркасов Белладама Вольга Или Белладама Волга Кому как больше нравится Десятый мув Без полета Девять ран Четвертый сейф Окей Довольно живучая Но при этом Лезет и в батальоны Спокойно И Лукаут Сёр Получает Окей Десятый Брейвак Тоже окей По кейвардам Она Дэв Вэмпайр Естественно Солбай Грейвлорд Династия Виркас Герой Маг Вампир Лорд Белладама Вольга Кейвардов много Кейварды хорошие И это очень Очень Ха-рошо В ближнем бою Она Звёзд с неба не хватает Три атаки На один дюйм Три плюс Три плюс Первая рэнда Три дамага И шесть атак Четыре плюс Четыре плюс Без рэнда Первый дамаг На один дюйм Ну окей Окей Хорошо Там если к ней придёт Десятка гоблинов Она худ бедно справится Всё таки Это вампир По этой же причине У неё есть правило Хангер То есть Голод Дальше идёт Правило Первое из Виркасов Очень хорошее правило Плюс один Кастам Диспелом И анбиндом За эту модель То есть Она будет Кастить с плюс Один Она будет Анбиндить Заклинание врага С плюс Один Она будет Развивать Энглис Спелы С плюс Один Очень хорошо В дополнение Прежде чем Вы Занесёте Ей ранение То есть После её Саевов И после её шестой ворды Которая у неё По дефолту В этой книге есть Киньте кубик Если она находится В трёх дюймах От дружественного Юнита Дайер Вулфс Дайер Вулфс Это наш кейворд И заодно юнит Собак Это волки наши О них мы поговорим Чуть позже В общем они у нас есть И кидайте кубик На 3 плюс Эта рана Или смертельная рана Переносится на один Из таких юнитов То есть Что означает Вы бегаете Белодамой Рядом с ней В трёх дюймах Держите десятку волков Они набираются У меня десяткой Там по две раны Кстати у каждого Она им раздаёт Шестую ворду Что тоже хорошо И на 3 плюс Ссыпает любой урон Который прилетает в неё Не важно там От магии От стрельбы В ближнем бою Или от чего-то ещё В этих самых волков Очень круто Очень хорошо То есть 9 ран 4 сейв Шестая ворда Посейвится Может сам по себе Может лечиться И заодно Всё что пройдёт Вот через эти линии защиты Переходит на 3 плюс В волков Так что При наличии Ваших собачек Надо влить Очень много урона Чтобы её убить А если вы её не убили Ну в общем-то Может и полечиться Вот Потому что не забываем Что 10 брейвак Есть Хероик рекавери В общем Всё хорошо Всё работает Соответственно Она маг И вот тут Ещё один приятный бонус Она может Либо кастить Два заклинания Либо анбиндить То есть кастит Анбиндит Два раза Очень хорошо Знает конечно Заклинания только Из лоры вампиров Она не мартарх Ни разу И пользоваться Обеими не может Но это получается У нас два Каста Два анбинда С плюс 1 По базе Очень солидно Очень солидно Знает Аж два собственных Заклинания То есть у нас Вырисовывается Что герой-то у нас Из династии Виркас В общем-то Не рукопашник Это больше маг Который да Может там ещё В ближнем бою Пожить немножечко Немножечко Поубивать Потому что всё-таки Это вампир Первое заклинание Ликонкёрс Проклятие Ликонтропии Можно так перевести На русский Кастится на семёрку Если успешно Сотворено Выберите Один вражеский юнит Восемнадцати От неё И этот юнит Получает Д3 Морталок А также Если вражеские модели В этом юните Погибли От Морталок Нанесённых Этим заклинанием Прежде чем Убирать последнюю Убитую вражескую модель Вы можете добавить В свою армию Один юнит Дайр Вулфс То есть волков В нашу армию И количество моделей В этом новом юните Должно быть Равно Количеству Убитых моделей Этими самыми Морталками Ну то есть Запульнули допустим В десятку условных лучников Д3 Мортала Кинули пятёрку Или шестёрку Нанесли 3 Морталки Поставили Три собаки А теперь самое главное Эти три собаки Ставятся в пределах Трёх дюймов От вражеского юнита То есть В ближнем бою С ним Не за пределами Этого юнита А прямо в нём То есть Она своими морталками Превращает врагов В буквально псов В волков Это очень хорошее заклинание Даст кастовать на семёрку Но опять же У неё базовый плюс один У неё привязка к Виркусу Кстати Вот что я не упомянул Она считается естественно Генералом В дополнение К уже выбранному Соответственно Кастит своё заклинание На восемнадцать Стоит у кого-то Двадцатка Тридцатка лучников Убиваете там Буквально Одного Ставите волка И вражеский юнит Уже считается Завязанным В ближнем бою То есть Он не сможет Пострелять В кого-то Кроме этого волка Он не сможет Заявить Unleash hell То есть Пострелять вас Когда вы чаржите Он будет Буквально Завязан Он не сможет Подвигаться В мумнут Фазу Кроме как Отступить Если не убьёт Этих волков Применений Масса Но в общем Вязать Вражеских Стрелков Вот в этом Это очень круто То есть Можно-то поставиться На самом деле Аккуратно Стрелки Чаще всего В ближнем бою Дерутся Не очень хорошо И шанс Того Что допустим Выкинули Хорошо Выстрелит 2-3 собаки У них там По 2 раны В пятом Сейве Базово Шанс Того Что он Загасит Их Всех В ближнем бою Ну не очень Велик Скажем так И поэтому Ему придётся Прямо таки Избавляться От этого юнита Собак Тратить на него Потом косты И так далее А если вообще Повезёт Как я сказал Вы заблокируете Оппоненту стрельбу Отличное заклинание С огромным количеством Применений Опять же Можно не только Стрелков ограничивать То есть Вражеский юнит Не сможет Помылаться Если он уже Завязан в ближнем бою То есть Ближний бой На юниту Тоже хорошо сработает Плюс это До 3 морталок Что приятно Плюс это юнит Вашей армии В общем круто Второе заклинание Андора Килин Мун Кастится на шестёрку Если успешно Скащено То до вашей Следующей героической Фазы Все шестёрки На попадание Дружественными С Олблайдер Реворд юнитами С оружием Ближнего боя Полностью В 12 дюймах От Белодаммы Наносят Два попадания Вместо одного Это по моему Вообще отлично То есть Аура 12 дюймов Вы понимаете Она довольно Не маленькая В Гелодаммы Приличного размера Подставка Хоть и там Не монструозная Ни разу Но за счёт Своей живучести И переброса ран на волков Она может Очень уверенно Сопровождать Элиту вашей армии В ближний бой Ну там Может быть держаться Чуть по оде Там окей То есть Блоднайтов Стражу могил О которых всех Мы потом поговорим Но это хорошие юниты Ближнебойные Им такой бонус Очень даже подходит Да что там говорить В общем-то Даже если нагаш каким-то чудом Окажется с ней в одном ростере А так сделать можно И будет Холивизин 12 От неё держаться Даже его атаки На шестёрку Будут два хита делать Очень крутой баф На ближний бой Надо брать Надо кастить Всё как надо А вот команда Билка У нашей Белоданны Скорее на задачу Чем ради какой-либо пользы Её можно использовать В начале героической фазы Если вы это делаете Выбираете Один дружественный юнит Волков Полностью в 12 От неё И он может Драться в комбот фазу Даже если находится В 6 дюймах От врага И по лынце Наполненные 3 дюйма Ну то есть фактически Ваш радиус Вовлечённости В ближний бой С трёх увеличится До 6 Со всеми вытекающими бонусами Просто проблема в том Что работает это только на волков Которым это совершенно не надо Которые хотят чаржить Даже забегая немного вперёд У волков есть правило Которое при чарже То есть если они по чаржали Даёт им плюс 1 На попадание И на ранение Ну и зачем им тогда Просто по лынцам Наоборот чаржить надо Так что команда Билка Это вам не пригодится Скорее всего никогда Ну только для Очень редких Каких-то тактических ситуаций Когда вы там Не можете условно По какой-то причине По чаржить Или вам надо сначала Убрать скрин Чтобы собаки Куда-то зашли И вот тут Шестой пайлыны И правило Что они считаются Влечёнными в ближний бой В шести Как раз пригодится Но очень редко Очень редко Поэтому на это Даже особо не смотрим Но в голове держим Может пригодиться Свои правила Забывать нельзя Стоит Белодамма За всё её счастье 200 очков Всего-навсего Это на самом деле Очень недорого Потому что Это очень живучий Очень хороший маг По очень хорошей династии С хорошим набором Собственных заклинаний И способностей С отхилом С хорошими характеристиками В общем Белодамма Мы её уже В принципе Так Если посмотреть На турнирные Растера Можем видеть Довольно часто Во многих расписках И думаю Вы её тоже захотите брать И часто будете выводить Потому что Ну минусов у неё нет За свои 200 очков Она их полностью Полностью отрабатывает Ну единственное Что она там В одиночку Не разнесёт Вражеский юнит Конечно на части Но от неё И это требуется Отличный маг Будем видеть часто Очень рекомендую К использованию За ней у нас Также идут Два именных героя Оба по династии Виркас Я бы назвал их Близняшками Но в бэке у них Этого не прописано Поэтому имеем Что имеем Это леди Аника И критца Крысиный принц Это два Именных Вампирских лорда Я расскажу про них Вместе И выделю только Их способности Потому что Профиль у них Абсолютно одинаковый Они считаются Генералами В дополнение К выбранному генералу Что очень круто На самом деле Очень хорошо У них шестой мув Шесть ран Четвёртый сейв Десятый брейвак По четыре атаки В ближнем бою На один дюйм Три плюс Три плюс Первый ренд Три дамага Здесь всё Очень обычно По кейвардам Они также одинаковы Дес Вемпайр Солблайт Грейлорд Виркас Дайнасти Хиро Вемпайр лорд И отличаются они Леди Аника И критца Соответственно Что их действительно Различает Так это их обилки Начнём с Леди Аники У неё есть правило Супернайч Эрлспид Это четвёртая варда То есть у неё Шесть ран Четвёртый сейв Четвёртая варда Круто Она довольно же лучшая Говорить больше нечего Также Есть ещё одно правило Что В конце фазы Если она кого-либо Убивает То она лечит Все нанесённые Ей раны ранее То есть Не Д3 Как Хангер Не Д6 Там как у некоторых персонажей А просто автоматически Всё что ей было нанесено То есть В неё надо влить 12 смертельных ран Вернее даже 13 смертельных ран Чтобы надёжно Сразу её убить И не дать ей полечиться В принципе Ближнебойный профиль У неё весьма нормальный Вампирский То есть она кого-то Там дозарежет Это прям вот точно Полностью похиляется Через четвёртый сейв Четвёртую варду Надо ещё и пробиться Вот А сейв можно бафить Как вы помните Круто Окей Она стоит 110 очков За что мы платим 110 очков За очень живучего героя Который считается Генералом в дополнение К выбранному Да и всё Но опять же Это герой Он дешёвый Он идёт в дополнение То есть его ауры Работают дальше Это полезно Особенно на маленькие форматы Или на большие Если вы хотите набить В батальоны Применение массы 110 очков Пользуйтесь на здоровье Это просто хороший герой Крица у нас стоит Вообще 95 Меньше сотки Какие же у него есть правила Скаррин ретрит Если он был убит То в конце вашей Молвомент фазы Киньте кубик На 4 плюс Крица То есть этот же юнит Он не погибает Как бы А выставляется В любом месте На поле боя В 9 от противника То есть вам его убили Идёт ваша Молвомент фаза Кидаете кубик На 4 плюс Ставите его обратно Можно просто троллить 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 оппонента Потому что Отхила конечно Здесь 4 варду нет Есть только 6 варда Вампирская Но Будете прокидывать 4 плюс Он не будет умирать То есть Скорее всего Оппонент просто забьёт на него Потому что до тех пор Пока вы не прокинете 4 плюс А вы до конца игры Можете этим заниматься И пытаться это кинуть Оппоненту не засчитают Ни очки за него Ничего Он будет жить Он может возникать В любом месте На поле боя Соответственно На точках в том числе Можно им выполнять Баттл тактики Залетать во вражескую Диплоймент зону Применений много Очень круто И ещё одно правило Минус 1 на попадание В ближнем бою По нему Окей Просто приятно Он будет сражаться В ближнем бою И по нему Будет сложнее попадать В принципе тоже неплохо За 95 очков Выполняет абсолютно Ту же роль Что леди Аника Кроме того Что да Прикольно Если он помрёт Можно с помощью него Облегчить себе Выполнение Либо баттл тактики Либо захвата точек Идём дальше Радукар Волк Идёт у нас Следующим По кейвардам Он у нас Death Vampire Soul Blight Grey Lords Виркас Дайности Привязка к Виркусу Герой Волшебник Вампир Лорд И его собственное имя Забавно Но Радукар Будучи владыкой Ульфин Карна И лордом целого города По каким-то причинам Не считается Генералом В дополнение к выбранному Окей ГВ Ладно Забьём на логику Пятый мув Я не понимаю Он вампир Почему у него пятый мув Всех вампиров В этой книге Мув шестой базовый Окей Видимо он засиделся На своём троне И не очень привык Куда-то ходить Поэтому стал медленным Зато у него 7 вундов А не 5 или 6 Четвёртый сейв Десятый брейвак 4 атаки 3 плюс 3 плюс 1 мд 3 дамага ГВ явно было лень Писать разные профиты Для вампирских атак Потому что Все они вооружены Какими-то именными мечами Они даже разные по форме Где-то это скеметары Где-то двуручники Где-то сабли Где-то дубины Но профиль атак Абсолютно одинаковый ГВ Вот я понимаю Что вы не будете слушать Подкаст на русском Но всё-таки Если когда-нибудь Лет через 10 До вас долетит этот месседж Пожалуйста Сделайте разные профили атак Для совершенно очевидно Разных именных оружий Пожалуйста Ладно Минутка крика души Идём дальше Способности Голод Здесь всё стандартно Супер Натуральная сила Шучу На самом деле Сверхъестественная Конечно Если он кидает Шестёрку на ранение То в дополнение Одна марталка К любому Другому дамагу С этой атаки Ну прикольно Приятно Только атаки всего 4 Совершенно не факт Что вы кинете шестёрку Это так Чисто на удачу Чисто Чтобы было приятно Немножечко подсластить пилюлю Лоял to the last Киньте кубик Прежде чем Располагать рану Или смертельную рану На Радукара Если он находится В трёх дюймах От дружественного юнита Касарги Найтгард Про них мы поговорим Чуть позже Это юнит его Телохранителей Из Коробки Керсид Сити Это Мёртвые Огры Так сказать Его личные бедигарды Прикольный юнит Короче на 2 плюс Они получают раны Вместо него Ну Та же схема Что с Белодамой И волками Только Радукар Огры И там Не на 3 плюс Работает А на 2 плюс Окей Круто Прикольно Он волшебник Радукар Ты волшебник Радукар Волшебник Видимо Учился в Хогвартсе Собственных заклинаний Не знает Видимо Троечник А то и вообще Двоечник Зато есть команда Билка Если он подчаржил Вы можете использовать Её в начале Комбат фазы И тогда все ваши Дружественные юниты Получают плюс 1 атаку На все свои Профили Милли оружия То есть оружия Ближнего боя Круто Круто Работает правда Только когда он подчаржил Я бы рассказал Про полезность Тобилки Что она клевая Но скорее всего Этого Радукара За 150 очков Вы использовать не будете Потому что Уже на следующей странице Нас ожидает Радукар The Beast Радукар Чудище По кейвардам У нас здесь То же самое Кроме того Что это не Радукар The Wolf А Радукар The Beast А вот по профилю Он у нас И справился У него теперь Восьмой мув Он Стал поскорее Это на самом деле Форма Радукара После событий Cursed City То есть Нынешняя его форма Более такая Чудовищная Бестиальная Но крутая В общем слушайте Восьмой мув 12 ран Четвертый сейв Десятый брейвак Хороший профиль Он не монстр То есть К сожалению Таблицу использовать не может Но окей Это 12 вундовый герой В сюжетном сейве Само по себе Не так плохо Шестая варда Соответственно тоже есть В ближнем бою У него 6 атак На 2 дюйма 3 плюс 3 плюс Первый ренд 2 дамага Круто Более того Когда он кидает На этих атаках Шестерку на 2 хит Это 2 марталки Вместо обычного дамага То есть на ранение Кидать не надо Сейвится противник не сможет Просто 2 марталки Очень хорошо Очень приятно И еще 6 атак На 1 дюйм 3 плюс 3 плюс Первый ренд 3 дамага Они считаются Как Атаки маунта Более того Морталок не наносят Но это все еще 6 хороших атак С рандомом И мультипл дамагом Окей круто То есть суммарно 12 раз бьет Более того По нему Минус 1 на попадание Притом Минус 1 на попадание Распространяется На все фазы То есть и в стрельбу И в ближний бой Повышает его уже участь У него также есть правило Голод Очень хорошо Может регенерировать Он может бегать И чаржить Это вообще прекрасно То есть 8 мув Плюс д6 набег Плюс 2 д6 чарж У него зона поражения Зона покрытия Довольно хорошая И вот что забавно У него есть приписка Что если он берется Верка с династией Которой он принадлежит Он также считается Генералом В дополнение к выборному То есть когда Радукар был В более человеческой Своей вампирской форме Он не мог быть генералом В дополнение Кооправил целым городом А теперь Когда он стал чудовищем Он внезапно Обрел Таланты полководца И может считаться генералом Я могу долго смеяться На эту тему Но не буду Просто скажу Что это очень полезное свойство Потому что мы понимаем От генерала Ауры работают лучше Более того Это лучше Работает с вашими Способностями армии Вы будете получать там КП Если у вас убили Выборного генерала Ну и так далее И так далее И так далее Кроме того Маленькая ремарка Мы у Виркаса У именных героев Виркаса Уже насчитали четверых И все они считаются генералами В дополнение к выбранному Это вам о чем-то говорит? Да Мне тоже Династия Виркас Сейчас очень-очень хороша Что дальше Что дальше Про обилки его рассказали Теперь командные обилки У него их две Начнем с очевидной Самой лучшей Вы можете использовать ее Один раз за битву Мастерин Хаул Если вы ее используете То вы добавляете в свою армию Один юнит Из десяти волков В вашу армию Должен быть выстроен Полностью в двенадцать От руду кара И дальше чем в девяти От оппонента Ценой одного КП Вы получаете В вашу армию Один новый Свежий юнит Из десяти псов Это очень-очень круто Вы просто За команд поинт Да, один раз за битву Вы вставляете целый Полноценный юнит Очень хорошо Просто даже нечего говорить Юнит собак Стоит сто тридцать пять очков Десятка Вот вы за один КП Сто тридцать пять очков В свою армию добавляете Играете на две тысячи Оппонент пусть играет на две тысячи Вы вампир Вы можете позволить себе Играть на две тысячи Сто тридцать пять Очень забавно Кстати сочетается Что если вы неименному герою Назначенному генералу Берете командрейт Виркаса По которому он может призывать Пять собак Вы можете в один ход На поле боя Выставить просто пятнадцать псов Окей Это просто очень хорошо Ну мы уже говорили На самом деле О командрейтах Вы скорее всего будете Использовать другой В общем команда Билка Радукара Однозначно очень хороша Вторая команда Билка Зов Кохоти Она собственно Работает точно так же Как Она у него работала Когда он был Радукар Зеулф То есть Когда чарджил Используете В начале командфазы Плюс одна атака Всем вашим юнитам Восемнадцать дюймах От него Ну Холивизин Просто Есть нюанс Что у Простого Радукара Когда он еще был Ладыкой Эльфинкар На пятый мув И все То есть ему до ближнего боя Идти долго сложно А здесь восьмой мув И возможность Чарджить после бега То есть он в него придет Более того Он гораздо более живучий То есть Вам вряд ли его отстрелят Или убьют Шальным спылом Ну Вероятность понижается У него есть защита В виде минус один тухит Очень круто Такой Радукарчик У нас стоит 315 То есть В два с небольшим Раза больше Чем Его простая версия Но Черт побери Она того стоит За 315 очков Вы получаете Героя с 12 Хорошими атаками С рендом То есть он уверенно дерется Он защищен У него хангер Он быстрый Он чарджит Он раздает плюс одну атаку Всем в ауре Заметьте в ауре То есть эти юниты Смогут себе еще Какие то командобилки В дополнение давать В эту же фазу Может призвать 10 волков А 10 волков с 35 очков Соответственно Из 315 Вычитаем 135 И что-то как-то У нас с вами получается Что сам по себе Радукар Без этих очков Стоит 180 очков В общем По-моему Сделка отличная Я вам его советую брать Единственное Почему он может Не найти применение Потому что Комбинации в армии Вампиров очень много И платить 315 очков Можно например Либо за Радукара Либо за какой-нибудь Венгарианца Заплатить там 280 То есть примерно То же самое Просто варианты 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 Которые вам больше нравятся Но Радукар Забист однозначно Хорош И мне кажется На полке Он пылиться не будет И не должен Плюс его команда Билка на призыв Волков Хорошо сочетается С Белодамой То есть если вы собираетесь По Виркусу И берете Радукара И Белодамму Вы в первый же ход Вызываете 10 волков И можете их даже Не брать в ростер И прикрывать свою Белодамму Уже вот этим Вызванным юнитом То есть сэкономите 135 очков На собаках Которые вам В принципе Будут нужны И так и так Дальше у нас идет Горслав за Грейвкипер Еще один именной герой Династии Виркас Из все того же Проклятого города Его можно естественно Брать отдельно У него есть Кейворд Виркас Дайнести В этот раз Писатели правил Нас пощадили Он не считается Генералом В дополнение К Выбранному Это у нас Юнит для зомбей Потому что у него Кейворды Death, Soulbite, Gravelords Виркас Дайнести Дальше Deadwalkers То есть это Кейворд Который соответствует Всей зомби Составляющей нашей армии А именно Волкам И зомби Герой Горслав Грейвкипер Значит так Четвертый мув Он медленный Ну зомбак Потому что Просто герой зомбак 7 ран Шестой сейв Сейв ни о чем Но не это дает ему Живучесть Не это Об этом чуть позже Десятый брейвак Тут все стандартно Стабильно Дерется он своей Здоровенной лопатой Аж на 2 дюйма Три атаки 4 плюс 3 плюс 1 рэнда 3 дамага В общем звезд с неба В ближнем бою не хватает Но если что Огреть лопатой Он вполне может И даже какого-нибудь Вражеского мага В ближнем бою Если он как-нибудь встретится Он вполне себя загасит Ну или отбиться От каких-то назойливых Гоблинов Там в маленьком количестве В общем Небеспомощный парень Соответствует Так сказать Свою устрашающей репутацией И своему устрашающему Внешнему виду Способности Хранитель Трупных садов Keeper Of the corpse gardens В общем-то На 4 плюс Он просто На юнит зомбей В 3 дюймах То есть Дэдволкер Юнит не обязательно На юнит зомбей Можно и на собак Так что Половина урона Нанесенного ему Через его ворду Ну и сейф Если вдруг бьют без рэнда Будет перенесена В ваше мясо Приятно То есть убить его Уже как-то сложнее Становится ощутимо Есть команда Билка Восстаньте Восстаньте Rise Rise Можете использовать ее В конце вашей Мувмент фазы Если вы это делаете Выберите Один дружественный Самонбл Дэдволкер С юнит Который был уничтожен Можете выставить Новый юнит За место старого С половиной моделей Из уничтоженного Ну соответственно Мувмент фазы Заканчивается Используется Командобилку И полностью В 9 от него Не в 12 Прошу прощения И в 9 от вражеских юнитов Выставляете 30 зомби То есть по факту Наш Горслав Работает как Передвижной Пятый грейвсайд В дополнение тем Которые у вас есть Потому что он также Раздает ворду Потому что он герой Шестую И также Поставляются юниты Вокруг него уничтоженные Просто вам не надо Кидать для этого 5 плюс А автоматически За команд поинт Это полезно Это приятно Да Эта способность Ограничена тем Что она действует Не на все Самонбл юнита А именно на дедвокеров Но если вы играете От Макса собак И от Макса зомбаков А вы очень часто Будете делать именно так Мне кажется Ну по крайней мере Так делать можно Горслав себя Окупит Без всякого вступления В ближний бой Просто вы берете Два раза по 60 зомби Вы их там теряете По ходу игры И суммарно за Горслава Выставляете 30 и 30 То есть 60 зомби А 60 зомби У нас Сразу забегая вперед Стоит 345 очков А Горслав стоит 75 Ну вот и думайте В общем Горслава я вам Очень советую Он очень приятный парень Несмотря на то Что мертвый Дальше у нас идет Таргилиус За Чемберлейн Наш ответ Чемберлину Буквально таки Это советник Радукара Именной Некромант Не некромант Скорее Практик Магии и смерти Из проклятого города Что дедушка У нас умеет Пятый мув Шесть ран Шестой сейв Десятый брейвак Сейва понятно Почему нет Хотя шесть ран Это приятно Это не пять Кейворды Death Soulblight Greylords Virkos Dynasty Deathmages Hero Wizard Некроманcer Таргилиус За Чемберлейн То есть все таки По кейвордам Он некромант Что немаловажно Он Deathmages То есть он Может выбирать себе Заклинание Из лоры Соответствующий Что уже очень хорошо В ближнем бою Дерется он Никак Дерутся Крыски и вороны Которые у него есть На подставке Потому что дедушка Ну очень старенький У него даже на модели Отображено Он сгорвленный Сморщенный Он в общем Драться сам не умеет Четыре атаки Пять плюс Четыре плюс Без ранда Первый дамаг Мусор Смотрим на его обилки Master of Gravesend Правило дает ему Просто четвертую варду Оп она То есть у него шесть ран Четвертая варда Шестой сейв Ну даже на него не смотрим Редко когда пригодится Ну вот четвертая варда Приятно В общем дамага в него Все так же надо Вливать прилично Чтобы его убить А то он еще и похиляется Потому что у дедушки Десятый брейвак Дедушка храбренький Следующее заклинание Доверенный лейтенант В начале героической фазы Если он находится В трех дюймах От Радукара Волк Кинти кубик На 4 плюс Один экстра Команд поинт Ну это конечно прикольное Правило Если вы хотите Беково отыгрывать Именно Владык Проклятого города Когда они там еще правили Все дела Классного Радукар The Beast То на 4 плюс Да Можно получить 1 КП Но 4 плюс Окей Просто будет приятно Но скорее всего Это применение Для вас не найдет Потому что Возьмете скорее всего Другого Радукара Так что смотрим дальше По магии Он у нас волшебник Кастует Анбинзит Одно заклинание Может соответственно Брать заклинание Из лоры Deathmages Мага в смерти И собственно Заклинание имеет Necrotizing Bolt Кастуется на шестерку При успешном Касте заклинания Выберите вражеский юнит 18 от него Он получает Минус 1 на попадание За любые атаки То есть и на стрельбу И на ближний бой На самом деле Скорее всего Вы не захотите им Брать заклинание Из лоры Мага в смерти Потому что там Уже есть заклинание Которое дает Минус на попадание И смысл в чем Вы не можете Кастить 2 одинаковых Заклинания В ход Однако у этого Заклинания Другое название Работает оно Чуть чуть по другому Поэтому вы можете Вполне уверенно Давать дебафы На попадание Разным вражеским юнитам На одном Чтобы даже с бонусами Они все равно Имели это минус 1 Это весьма неплохо Это прикольно Хорошее заклинание Тойт у нас Таргелиус 115 очков Это на самом деле Не очень дорого Платите вы это За довольно Живучего мага Некроманта Дебафера Все такое В общем По Виркусу Почему бы его не взять Единственное конечно Он не вампирский заклинатель Поэтому он не будет Реролить свои косты Но это скажем так Средний выбор То есть на спортивной арене Наверное Будет лучше взять простого Некроманта Его там немножко Подзакачать И кастить его Собственные заклинания Но в принципе Если вы возьмете В ростер Таргилия Вы не сильно потеряете Он умеет В принципе Окупить свои 115 очков При грамотном использовании Вслед за Таргилием У нас идет Watch Captain Halgrim То есть Капитан Дозора Халгрим Это капитан Скелет Шкелет Death, Soul, Blight, Grave, World Виркус, Dynasty Deathrattle, Hero Watch Captain Halgrim Его кейворды Это он герой с кейвордом Deathrattle То есть будет Взаимодействовать Со скелетиками Давайте посмотрим как Но сначала его профиль Двигается на 4 дюйма Медленно Но это стандартный Мув для всей скелетной составляющей 5 ран 4 сейв 10 брейвак В общем-то Такая стандартная Табличка для пешего героя Бьется он Своей алибардой На 2 дюйма 3 атаки 4 плюс 3 плюс 1 рамп 3 дамага В общем-то Как и Горслав Своей лопатой Видимо Тренировались В одной академии Окей Хорошо Ну как-то он дерется Опять же Постоять за себя Может Но это не Великий герой Который в одиночку Остановит нашествие орков Что же у него По способностям Если он Кидает шестерку На попадание Своей алибардой Наносят Одну Морталку В дополнение Ко всему остальному Дамагу Это приятно То есть в принципе Шанс к кидать шестерку Есть Но может занесеть Шальную морталку И дальше будете Атаковать Как обычно Окей Хорошо Смысл его Раскрывается В командной способности Disciplined Advance То есть Дисциплинированное Продвижение Вы можете использовать Ее в начале Вашей мувмент фазы Если вы ее Используете То выберите До трех Дружественных юнитов С кейвордом Deathrattle То есть скелетных Полностью 18 от него Покрытие хорошее До конца Этой фазы Если вы хотите Побегать Этим юнитам И заявляете Не кидайте Бросок На бег за них А просто Добавьте Плюс 4 К характеристике Движения Опана То есть Как я говорил Наши скелетные Ребята двигаются Медленно В том числе Он сам На 4 дюйма Но благодаря нему Они могут Подвигаться на 8 Да побегать не смогут Но во первых Это не считается Как бег Так что после этого Они смогут чаржить Во вторых Восьмое движение Это уже что-то между пехотой И кавалерией даже Так что прикольно Капитан стоит 80 очков На самом деле Это совершенно Недорого И если вы Собираетесь Максить В своей армии Полки скелетов И стражи могил Или собираетесь В качестве Ударного кулака Использовать Тридцатку стражи могил Вот Капитан Халгрим Очень хорошо дополнит И позволит вам Гораздо более уверенно Приходить в ближний бой За 80 очков Его можно даже взять В любую другую династию Легион Несмотря на то Что он Имеет привязку К Киркусу Он будет полезен Везде За счет своей дешевизны И утилитарности Командной способности Также следующим У нас идет Вампир Лорд На Зомби Драконе Это Более слабая Неименная версия Принца Вардрая Князя Вардрая Из-за династии Кистелая Он естественно Не имеет привязки К династии По кейвардам Круто он монстр герой Значит уже это Открывает нам доступ К двум таблицам Это всегда хорошо У него 14-й мув с полетом Который деградирует В зависимости от нанесенных ран 14-й ран 3-й сейв 10-й Брайвак Здесь все как у Вардрая Может вооружаться Либо вампирским мечом 4 атаки 3 плюс 3 плюс 1 рент 3 дамага Проходим мимо Потому что есть копье А копье у нас делает 3 атаки 3 плюс 3 плюс 1 рент 2 дамага Но на черже Это уже 2 рент И 4 дамага То есть 3 атаки 3 плюс 3 плюс 2 рент 4 дамага Очень круто Очень прилично Меч не нужен С него никаких бонусов нет С челюсти Из когтей Дракон бьет Точно так же Как у его Именного предшественника 3 атаки 4 плюс 3 плюс 2 рент Д6 дамага И 7 атак Деградируют От полученных хоронений 4 плюс 3 плюс 1 рент 2 дамага Ну окей Хорошо дерется Неплохо Летает далеко Живучесть приличная Но однако У него есть Одно очень важное Отличие В то время Как лорд вардраи Вернее князь Я все время Называю его Разными титулами Черт его разберет На самом деле Имеет Обилку Шутинг фазу Которую он носит Морталки У этого Именно Стрельба Стреляет на 9 дюймов Один раз 3 плюс На попадание 2 плюс На ранение Деградирует По таблице Нанесенных ран 3 рент Д6 дамага Очень хорошо 3 рент Полезно Д6 дамага Ну тут можно кинуть и 1 Но можно и 6 Как в известном анекдоте Собственно На выстрел У него есть Также правило Что Прежде чем Кидать на попадание Свой Больше моделей То это Автопадание Дело за малым Прокинуть 2 плюс На туун Скорее всего Конечно же Вы кинете единицу На этот туун Но все же Это приятно Да Так это Вампир У него есть Правило Голод Про копьем Рассказали Ну и он Маг Который Кастует Анбиндит 1 раз Может брать заклинание Злоры вампиров И имеет Собственное заклинание Curse of Exsanguination Которая Кастуется на 6 При успешном Касте Выбираете 1 вражеский Унит 18 от него И он получает 1 марталку И если она не была Занигейчена Кидаете дальше Еще 1 кубик На 4 плюс Еще 1 марталка И продолжаете Так кидать Пока не кинете Меньше четверки Или пока Противник Ее не занигейтит За какую-нибудь Варду Например Ну в общем-то Это мусорное заклинание С 6 костом Оно как было мусорным Так и осталось Потому что Вы не хотите тратить Единственную попытку Сотворения Заклинания С тем чтобы Нанести противнику 1 марталку И потом пытаться На 4 плюс Нанести еще раз Противник может Понигейтить Вы скорее всего Несете 1-2 марталки Нафиг надо Лучше дайте ему Плюс 6 к муу Или скастуйте Аметист орб Которая на 2 плюс Раздаст Всем много Морталок на линии В общем Про лору вампиров Слушайте в предыдущем выпуске Там я подробно Описал как оно работает Есть более полезные Заклинания Все бы хорошо Все бы хорошо Но Лору вампир Стоит 435 очков Оно вам не надо Вардрай Конечно стоит На 20 дороже Но в общем-то За 435 очков Герой Который да Неплохо дерется Но Ничего очень особенного Да Там можно раскачивать Но по-моему Лучше посмотреть На более дешевых Мартархов Ингарианцев Или кого угодно 435 Это очень-очень дорого Ну опять же Если хотите Отыграть его Связки с Вардрай Или бэков По кастелаем То окей Берите Без вопросов В принципе Можно и на турниры Вытащить Но Более осознанным выбором Мне кажется Будет один из Именных персонажей Или целый набор Маленьких именных Неименных В общем Не самый полезный выбор Чистый из-за цены За 435 очков Он принципиально Ничего такого не делает Да он неплохо дерется Но Это там Не Гад Тир модель Это не Крагнос Не Архаон Не Нагаш В конце концов Да даже не Манфорд Манфорд в общем-то Дерется немного получше За счет именно Своих способностей И всего прочего Так что проходим Мимо Вампир Лорда Можно брать так же Без всяких маунтов То есть пешим За 140 очков Имеем стандартный Шестой мув 5 ран в третьем совете С десятым брейваком 4 атаки 3 плюс 3 плюс 3 дамага Опять же Небольшой панч В сторону ГВ Вы сделали ему на модели Отличную Палицу огромную Стальную Но при этом Назвали Вели оружие Soulbound Blades То есть Клинки С привязанным К ним духом И сделали Абсолютно Стандартный профиль Атаки Такой же Как у всех остальных Вампирских оружий В этой игре Я не знаю Зачем так делать Еще раз В общем ладно У вампирчика Есть способность Голод Он умеет летать Что уже хорошо То есть он может Да мув не очень высокий Но опять же Есть Амитист Инпиниенс Может перелетать Через юниты Все дела Полезны Он волшебник Кастит одно заклинание Анбиндит одно заклинание Знает Аркейнболт Мистик Шилд Как обычно Это по дефолту Собственного заклинания Нету Что с одной стороны Плохо С другой стороны Позвольт ему Средоточиться Либо на костах Вампирских заклинаний Либо кастить инвокацию Которую у вас Помните Там на восьмерочку Делается В Виркасе Это будет еще и довольно стабильно Потому что есть рерол Есть зато команда Билка Кримсон Фист Алый Пир Можете использовать ее В комбат фазу Не написано когда То есть в любой момент Комбат фазы Если вы это делаете Выберите один дружесный Саммонабл Юнит Солблайт Грейлордов Полностью в 12 И добавьте ему Плюс одну атаку На все оружия Ближнего боя До вашей следующей Героической фазы А вот это Очень хорошо Очень полезно Да конечно То что он делает Эту команду Обилку В комбат фазу Несколько ограничивает Его самого В использованиях Коммандобилк Но условным Забакам Скелетам И прочим Чафф Юнитам Выдать плюс одну атаку Очень хорошо Будет работать Между прочим В комбинации Манфред Радукар Вампир Лорд То есть Манфред кого-то убил Это плюс одна атака Радукар почаржил Это плюс одна атака И Вампир Лорд Плюс одна атака Поздравляем Ваши зомби Умеют делать по 4 атаки Почему я так часто Привожу зомби В пример терпения Скоро я про них расскажу В общем С одной стороны Дороговатый герой 140 С другой стороны Он неименно Его можно закачивать Я лично его вожу С Коммандритом Из Общедоступных Энхансментов Плюс одну рану Ему выдаю И выдаю Мамулет На пятую варду У нас получается Герой в 6 ранах В третьем сейве Пятой варде С отхилом за голод С отхилом за то Что он герой У него пятая варда Маг в общем Довольно стабильный И хороший герой Который может и в ближнем бою Подраться И что-то раздать И что-то покастовать На касты я ему кстати Беру флейминг вэпон Тоже из общей лор Энхансментов Общедоступное заклинание Плюс один к дамагу Потому что вот здесь Раскрывается именно то Что это все-таки Вампир Вампир у нас Сильный Но еще и маг То есть он в ближнем бою Может за себя постоять У него хороший профиль Хорошая живучесть Кастуешь ему Плюс один к дамагу Получается 4 атаки С дамагом Д3 плюс один То есть от 2 до 4 дамага Уже стандартно Уже стабильно Уже очень хорошо Он у меня в принципе Практически во всех играх В которых участвую Умудряется набивать Довольно неплохие потери оппонент При этом Раздавая бафы Моим зомби И волкам Хороший герой на самом деле Он опять же Из-за того что он вампир У него хорошая инвокация Которая работает на 4 юнита В общем Хорош Хорош Подумайте Он прям такой Джокер Jack of all trades Вашей армии За ним следует Бладсикер Паланкин Это то что скорее всего Вы никогда не увидите И никогда не возьмете Потому что это Абсолютно неинтересная Кибашенная модель Которую ГВ сделала Из набора Mortis Engine Слэш Ковентрон Зачем-то запихнули Третью вариацию сборки Что же оно делает 14-й мув 12 ран 4-й сейф 10-й Брейвак 4 атаки в ближнем бою 3 плюс 3 плюс 1-й ренд 3 дамага На этот раз У нас оружие Называется Bloodletting Blade Это еще какое-то Вампирское оружие Которое им дерется Вампирша Которое однако Не отличается Абсолютно ничем От всех прочих В этой книге Ну и 12 раз Бьются призраки Которые Этот планкин Несут Количество атак Деградирует По мере получения урона 5 плюс 4 плюс Без ренда Первый дамаг стандарта На шестерку На попадание У нее Срабатывает Морталк Мув кстати Тоже деградирует У нее есть Стрелковая атака Однако работает Она по правилу У нее 12 радиус Но деградирует До четвертого По мере получения Ран Не использует Простой атак Секвенс Вместо этого Кидается Кубик за каждый Вражеский юнит В радиусе обилки То есть по базе Вы кидаете кубик За каждый вражеский юнит 12 дюймов И на 4 плюс Они получают До 3 морталок Хорошее правило Хорошее Круто То есть Радиус большой Мув высокий 14 То есть вы походили На 14 И все враги В 12 Могут получить До 3 морталок Там не одну А до 3 То есть можно Окей клево Хорошо записали В плюсы Правило Что если вражеский герой Убит В 9 дюймах От этой модели Это обилка Прибавляете Плюс одну атаку В ближнем бою Вампирскими юнитами Именно пикиворды То есть это И блоднайты Вампир лорды пеший На зомби драконах И ваши именные герои Которые вампиры Холи вези 12 от этой модели До вашей следующей Ероческой фазы Есть только одна проблема Что должно в этом мире Случиться И как должны сойти Звезды Что вражеский герой Умрет в 9 дюймах От этой модели Именно в тот самый момент Когда вам понадобится Раздать вашим вампирам Которые Не факт что в большом количестве Будут у вас представлены Хотя скорее всего будут Но им надо дожить До этого момента Чтобы получить эту плюс Одну атаку Ну я честно не знаю То есть Триггериться оно будет В одной партии Из трех И скорее всего Совершенно уже не в тот момент Когда это нужно вам Она заклинательница Потому что Почему она Если это планкин Потому что там одна вампирша Сверху только Так вот Она заклинательница Кастует стандартно Одно заклинание Знает аркин болт Мистик шилд И есть собственное заклятие Блад сайфон Кастуется на шестерочку Если успешно состворено Выбираете одного Вражеского героя В 12 от нее И кидаете кубик На 1-2-1 Морталка На 3-4-D-3 На 5-6-D-6 Понятно Заклинание как бы Рассчитано на то Что она сама сможет Триггернуть свою вилку Файн Винтаж Но Честно То есть Это надо скастить Могут поамбиндить Более того Для того чтобы попытаться Хотя бы убить героя Надо кинуть 5-6 Ну или если герой Уже каким-то образом ранен На стрелковых атак У нас в армии не так много Это Д-3 Морталок Да есть Вейл оф Задемт Который тоже там Наносит морталки На 4 плюс Но Вы чувствуете Сколько уже Если 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 У нас В профиле этой модели Чтобы сработала Просто одна обилка Которая Не факт что вам пригодится И финальным Гвоздем в крышку гроба Этой вампирши Да 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 Пан Интендед Здесь абсолютно 290 очков цена Вот за это Нечто То есть Вы платите 290 очков За нестабильный Источник нанесения Морталок Который возможно В нужный момент А может и не в нужный Триггернет Плюс одну атаку На ограниченное количество Юнитов вашей армии Короче это мусор Просто не смотрите на это Идем дальше И вот следующий Герой Ковен Трон Уже поинтереснее Это Ковен Вампирш У нее такой же профиль Вернее Ну у него У Ковена Такой же профиль Как и у Планкина 14 мув 12 ран 4 сейф 10 брейвак Таблица точно такая же Точно так же 12 атак с призраков Которые Морталит И деградирует По мере получения урона Правда 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 Больше атак Одна атака На 3 плюс 3 плюс Без ронда До 3 дамага 4 атаки 3 плюс 3 плюс Первый ран Первый дамаг И 8 атак Деградирует По мере получения урона 3 плюс 3 плюс Без ронда Первый дамаг Ну вот жалко Что без ронда Атак довольно неплохие Атаки 13 штук Окей Оно может кого-нибудь Там порезать Вполне себе Модель летает В модели все хорошо Есть правила голод То есть может лечиться За убийство в ближнем бою Учитывая количество Атак Общие Это 25 И потенциальные Морталки Оно кого-то да убьет Значит полечится Есть хорошее правило Скраймпул Раз за ход Вы можете перекинуть Один бросок на попадание Или один бросок на ранение Или один бросок на сейф За эту модель Да звучит как немного Но во первых Это делается раз за ход То есть два раза за батл раунд Во вторых Сейф иногда вам может пригодиться Очень даже Его здесь бафать можно Поэтому Хуже мягко говоря Не будет Просто приятное правило Это маг Который сотворяет И анбиндит Одно заклинание Аркейнболт Мистик Шилд И собственно Заклинание Шадр Кастится на 6 При успешном сотворении Выбираете Один враг скинт В 12 От Ковентрона И кидаете 3D6 То есть 3 куба Если Сумма значений Выше чем Характеристика Брейвери Этого юнита То эту модель То есть Ковентрон Нельзя выбирать Этим юнитом Как цель Атак Заклинаний Или способностей До вашей Следующей героической фазы Ну очень условно говоря Да И на Натшелл Буквально Вы кастите это на Теклис Он каким-то образом Пропустил это в себя И Теклис Не сможет атаковать Эту модель Кастит на нее Заклять Или использует Свои обилки Против нее Это прикольно В том плане Что вы допустим Подводите Ковентрон Вместе с какой-нибудь Пачкой Грейфгвардов Или Блоднайтов К потенциально Очень многочисленному И жирному Оппоненту Заводите Ковентрон Так что он Блокирует Вменяемый подход К Блоднайтам И Половина Вражеского юнита Просто не сможет Бить Ну просто потому что Половина будет Дотягиваться только До Ковентрона А его выбирать Нельзя Ну или просто Закрыть какой-то Вражеский юнит То есть Скастить на него Это Зачаржить Ковентроном Мне нужно побить И не получить Ничего в ответ А так как делается До вашей Следующей героической фазы То Вы либо К моменту Когда юнит Разблокируется Уже отступите Либо обновите Заклинание Окей прикольно Вполне себе Имеет право на жизнь Командная обилка Здесь просто прекрасная На самом деле Используется в начале Вашей героической фазы Если вы это делаете Выберите один Дружественный юнит Солдбайт Грейфлорцев Полностью в 12 модели И до вашей Следующей героической фазы Плюс один На попадание На ранение И на сейв То есть Ваша пачка Блоднайтов Получает плюс один К сейву К попаданию И броскам на ранение У них все становится 2 плюс Ваши грейфгварды Все получают 2 плюс Там Да сам Ковентрон Будет иметь треть сейв И уже все в атаке Будут 2 плюс 2 плюс Очень круто Но есть несколько но Эти но Как всегда Портят всю малину Во первых Это один юнит И радиус довольно небольшой Во вторых Во вторых Есть Манфред Который делает Плюс один Тухи Тутувун Да без сейва Но всем юнитам В ауре Включая себя Ладно фиг с ним С Манфредом Но наш Ковентрон Стоит 310 очков Да я с Планкином Там немного ошибся Он стоит 290 Кстати говоря Они просто Рядышком расположены Но Планкин Планкин все еще мусор Эти 20 очков Эти 20 очков Ему ничего не решают 290 за Планкин 310 за Ковентрон Вот вы думаетесь 310 очков Вы платите просто за По факту Одну хорошую команду Потому что это не очень Хороший наризатор Не очень сильный Маг Да там оно Немножко раздает Везде Но 310 очков Не стоит Возьмите Вардукара За 315 Вы получите Отличного Ближнебойного Быстрого героя С двумя Отличными Командобилками С возможностью Призыва нового Юнита В общем Не знаю Что еще Прекомендовать Здесь Просто потому что Ковентрон Имеет отличную Командобилку Но 310 очков Он просто Даже близко не стоит И он кстати Не монстр Поэтому Просто Скорее всего Вы забудете Про него Если не хотите Отыграть какой-нибудь Двор Нефераты И вам будет Бэковый И почему-то Захочется взять Ковентрон Ну допустим Моделька нравится Или хочется Попробовать Окей Прикольно Можно Но На серьезный Разговор За 310 очков Эта модель Просто не способна И завершает Наш парад героев Которых у нас Очень много Как вы уже поняли Некромант Простой Работящий парень Пятый Мув 5 лунгов 6 сейф 10 брейвак Кейварды Death Soulblight Greylords Deathmages Hero Wizard Некроменсор Понятно Все стандартно Две атаки В ближнем бою Ни одна Один это радиус 3 плюс 3 плюс 1 ренд 3 дамага Окей Некромант Теперь может С посох Кому-то Вмазать И атаки С рандом Мультипл Дамагом На 3 плюс 3 плюс Неплохо Парень научился Драться Спустя 5 лет Наконец-то Он довольно живучий За счет того Что может Перебрасывать На самминобл юниты На 3 плюс Любые раны Или марталки Которые были Аллокейчены в него То есть в скелетах В зомби В собаках В Грэйгвардию В Блэк Найтов Большое количество Юнитов Он на 3 плюс Просто перекидывает Раны Нанесенные ему Опять же Ему надо влить Очень много Дамага Чтобы его убить Ну или убить Вокруг него Всех его Так сказать Миньончиков Чтобы его уже Можно было Спокойно загасить Он маг Который стандартно Умеет кастовать И анбидить Одно заклинание Может взять Заклинание Из лоры Десмейджа Собственно Именно эти ребята Имеют доступ К самой лучшей лоре И вам их Скорее всего Надо несколько Если вы очень хотите В хэви-мэджик уходить И у него есть Собственное заклинание Венхеллс Данс Макабр Кастуется на шестерочку Выбирается Дружественный Самонабл юнит Полностью 18 от него С привязкой к Солбай Грейвлордс Естественно И после того Как он подрался Первый раз Один раз В комбат фазу Потом выбирает Активацию Ваш оппонент И в следующий раз Когда ваша очередь Выбирать активацию Этот же самый юнит Может подраться Второй раз В общем Фактически Это две активации В одну комбат фазу Но правда по очереди Не вне очереди Очень хорошее заклинание Шестой каст Не сложный То есть можно Относительно спокойно Кастовать Хорошо Круто И очень кстати Хорошо комбиться С нашими самыми Юнитами Собственно Именно к юнитам Мы сейчас и переходим С героями мы наконец Закончили Первыми нас встречают Дэдбокер Зомби Зомби О которых я так много 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 раз Уже говорил Сразу оговоримся Что зомби У нас берутся Двадцатками Двадцатка стоит Сто пятнадцать очков Они Баттлайн юнит Поэтому можно брать В три раза больше Стартового числа То есть в одном юните У вас может быть До шестидесяти зомби Ну вернее Двадцать сорок Шестьдесят Что же умеют У них четвертый мув Одна рана Сейва нет вообще То есть он как бы седьмой Его можно сделать шестой За заклинание Или способность Но даже не запаривайтесь Десятый брейвак У них нету Абсолютно никаких Чемпионов В отряде Что логично Это безмозглые трупы Там не может быть Героев в общем-то Ну кроме Гарслава Гарслав у нас Единственный герой Вот В общем Сами на себя Командобилки Они проецировать не могут Одна атака На один дюйм Пять плюс Пять плюс Без рэнда Первый дамаг Вообще мусор Но по их правилу Любая шестерка На попадание с них Не модифицированная Это марталка Это круто То есть 60 зомби Это 60 атак 60 кубов По статистике Десять марталок База у них Двадцати пяти миллиметровая Поэтому Геренция для них Не проблема И сверх того Они могут Совершенно спокойно Драться в два ряда Более того Если они кого-то убивают То в конце Комбат фаза За каждую убитую Модель Они кидают Кубик на два плюс На два плюс Вы добавляете Одну модель В этот юнит Прикольно То есть убили Десять моделей Этим отрядом Кинули десять кубов Из них у вас Скорее всего Восемь выпало Не единиц И добавляете Восемь моделей В этот юнит То есть прям Укушенные зомбаками Сами превращаются В зомбаков Круто-круто И еще одно правило У них есть Мега полезное Которое гласит Что они могут Участвовать в ближнем бою Находясь в шести дюймах От оппонента И соответственно Поэлыниться На дополнительные Три дюйма То есть вы ими Походили на четыре Побегали на шесть Это уже продвинулись На десять Если в шести От вас есть оппонент В комбат фазу Вы просто к нему подходите И начинаете его Зомбаками бить При этом вы не совершаете Чержа То есть оппонент Не может на это Заявлять реакции Например Анлиш Хелл За своих стрелков Ну и так далее По списку А теперь вспоминаем Что в Виркасе У нас есть бонус Плюс три К муву нашим зомбакам То есть у них Тритренш уже не шестнадцатый Получается А девятнадцатый В каких-то династиях У нас есть Плюс три К пайлыну Где-то Дополнительно Подвигаться на три В героическую фазу В общем смотрим Слушаем предыдущий выпуск Там это все есть Очень круто То есть Тритренш ваших зомбаков Увеличивается Прямо пропорционально Девятнадцать дюймов И можно спокойно выдать Это очень-очень круто А теперь вспоминаем Также Что Манфред дает плюс одну атаку Своим юнитом Холивизин двенадцать Именно сам Если сам кого-то убил Своим мечом Радукар дает плюс одну атаку Вообще всем Если зачаржил Все это Обилки и ауры Они спокойно себе стакаются И наконец Ваш вампир лорд Может дать им Команду обилку На плюс одну атаку И то ваши зомби Могут совершенно спокойно Делать по четыре атаки Вспоминаем Заклинание нашего Предыдущего героя Некроманта Который позволяет Самонбл юниту Активироваться дважды То есть Как сказать В идеальном мире Это получается по четыре атаки С зомби С двойной активацией То есть 60 зомби Умножаем на 4 60 240 атак Умножаем на 480 атак Абсолютно понятное дело Что скорее всего На столе Оно у вас так не сработает С другой стороны Вы можете собрать Такой ростер И попробовать это провернуть Если вы все сделаете правильно Скорее всего Даже получится 480 Очень плохих атак Но на шестерке Это марталки Это получается Где-то Ну 70 марталок 80 Нереальное количество Мага Согласитесь А теперь Вспоминаем Что 60 зомби Стоит 345 очков Вообще ничего Вы можете спокойно Взять нагаша И 180 зомби У вас это влезет Ну может быть Там не 180 Может 160 Ну условно В общем Это очень крутой юнит С ним Работает абсолютно Все что есть В этой книге Они получают Варду от героев Им очень хорошо Можно стакать Атаки Они от разных Источников Идут Они могут Воскрешаться Из грейсайтов У них есть Прекраснейший Герой поддержки В виде Гарслава И Или Некроманта Почему бы не Скамбить Например Очень хороший юнит Кроизобиватом Баталайна Он дешевый Это много тел на точке Есть естественно Одно Но Они очень легко Умирают Сейва нет По одной ране Максимум Шестая варда От героя То есть Убить их Не составит труда Оппоненту Абсолютно Никакого Но опять же Не ждите От них Чего-то Нереального Только если Вы не строите Армию Исключительно Вокруг них Тогда Это ваш Основной Нарезательный юнит Нарезать могут Потому что Много атак Много шестерок Очень хорошо Но я бы рекомендовал Их юзать Там буквально Две шестидесятки 120 штук И Вам этого хватит Побафать Чтобы они Поморталили Очень полезно Что они могут Не чаржить А просто Подпайлыниваться Опять же Ими очень хорошо Прикрывать Свои юниты То есть У вас стоит юнит Вы играете Как бы в шахматы У вас впереди Стоит какой-то Хороший юнит Или просто юнит Оппонент знает Что он сейчас зачаржит А в шести дюймах От его передней линии Будут стоять зомби Они убьют вам юнит Ну в смысле Враги Оппонент После чего Получит 60 зомбей В лицо С минимум Десяткой Или нет В общем Долго можно Рассуждать про зомбаков Все что надо знать На самом деле Это очень полезный Гибкий юнит Который просто Идеально работает В этой книге Не брать их Смысла нет Все хорошо Круто Дальше у нас Следует Труповозка Вернее две Но абсолютно Одинаковый профиль Поэтому я его Зачитаю И расскажу Просто про Различающиеся Обилки Которых у них две Значит труповозки У нас стоят По 80 очков Каждая Двигаются всего На 4 дюйма Ну видимо Чтобы не отставать От наших Мега быстрых зомбаков На самом деле Отставать будут 6 ранж Стой сейв Живущийся Абсолютно никакая 10 брейвак Абсолютно мусорные атаки Можно их даже Зачитывать не буду Здесь просто Абсолютно не на что смотреть Они если убьют Одного гоблина Будет уже прям Круто 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 Они не монстры Ни герои Ничего такого У них есть Правда Кейворд Дэдбокерс Что хорошо Привязка Кейвордам Обилки Значит у первой Вариации Корпс кард With Unholy Лодстоун Первая обилка Unholy Лодстоун Собственно говоря Плюс 1 к кастам Всем дружественным Волшебникам Soulbly Грейвлорд Полностью 12 От Дружественных моделей С этой обилкой Ну то есть Плюс 1 к кастам Ваша белодамма Кастит уже не с плюс 1 А с плюс 2 Ваши некромантцы И простые вампиры С плюс 1 Нагаш уже кастит Не с плюс 3 А с плюс 4 И вот опять же Почему есть смысл использовать Потому что 80 очков всего Да вам ее если что Быстро убьют Ну во первых Кто сказал что Вы не можете взять 2 На всякий случай Во вторых Противникам Придется на них отвлекаться И по крайней мере В первые ходы У вас Будет плюс 1 к кастам Это можно спокойно Использовать Прис тем же Нагашим Да он дорогой Но корпус карт Стоит 80 очков всего Это абсолютно дешево И плюс 1 Это очень очень хорошо Вот поэтому Берите ее В любую расписку Где у вас есть сильная магия В любом случае У вас скорее всего Будет сильная магия Вы хотите брать белодамму Берите белодамму К ней корпус карту Она будет каститься Плюс 2 И это уже очень хорошо В общем Утилитарность у нее Очень высокая И второе правило Локус оф андес Плюс 1 к сейвам Отрядом зомби Полностью 12 от нее Ну Приятно конечно У зомбакова будет 6 сейв То есть если у противника Нет рэнда Можно что-то будет покидать Это скорее чисто на сдачу Потому что Что так Что так Зомби не особо проживут Если честно И есть вторая вариация Корпус карты With Бейлфайр Бразьер Это с жаровней Соответственно правило Жаровни Бейлфайр Бразьер Дает Всем вражеским Магам В 18 Минус 1 К их костам То есть если Первая труповозка Дает бонусы К костам нам То тут она дебафает Вражеские косты Ну на самом деле Бонус менее полезный Потому что Ваша армия хороша В костах Вампирская Но не настолько Чтобы прям Превосходило противника Когда дело доходит До Противостояния Именно его магии Здесь надо сопротивляться Скорее Тем что вы можете Позволить себе впитать Какой-то урон Или Свести их бонусы На нет Так что Минус 1 приятно Будет проще его отбивать Может даже что-то Оппонент не скастить Но лучше взять Плюс 1 К своим костам И гораздо надежнее Кастить самому А вот зато Второе правило Жаровни Гораздо более полезное Малэфик фьюнс Минус 1 К броскам на ранение Вражеским юнитам В ближнем бою В 9 дюймах От этой модели Вот это отлично То есть Здесь на самом деле Такая шахматная доска Получается Где одно правило Белое полезное Черное не полезное То есть у первой Первое правило На плюс костам Полезно Плюс 1 к своим зомби На сдачу Здесь минус 1 к костам На сдачу Зато минус 1 С бросков на ранение Это массивный дебаф Для противника То есть противнику Уже будет сложнее Вунгить ваших зомбаков Ваших героев Да кого угодно Это великолепный бонус Прямо если вам нравятся модели А модели кстати Очень прикольные Красивые Несмотря на что Не самые новые Возьмите 2-3 полоски Они обе стоят По 80 Очень дешево И вы будете И противника Дебафать И на косты И на ближний бой И себя бафать На живучесть Небольшую Но все таки Живучесть Зомбакам И на свои косты Очень хорошие Юниты Найдут свое применение В связке Ну практически Со всеми героями В этой книге Тут даже нечего Говорить Идем дальше Сейчас будет Немножко грустно Грустно Потому что Мы посмотрим На профили Зомби драконов И терроргайстов Которые берутся Без маунтов И являются Просто монстрой Стоят они 295 за дракона И 305 за терроргайста Это дорого Это не герои Это всего лишь монстра Помните Я вам рассказывал Про вампирских Лордов На зомби драконах Так вот Это точно такой же Зомби дракон Только без всех Правил вампира и магии С точно такими же Атаками Все то же самое Но на 130 очков Дешевле Вам оно нафиг не надо Терроргайст Соответственно Это простой терроргайст Атаки такие же Как у дракона Только с когтей Их не 7 А всего 4 Вот Зато на шестерку Тухит с челюсти Там 3 атаки Всего я напоминаю И разбафать Это как бы нельзя Вы наносите 6 мартала К оппоненту И атака заканчивается То есть вы хотите Играть во флешкорты Но вы не умеете Раздавать полный рерол На попадание Чтобы увеличить шанс Упадения шестерки А так вы тоже Сюда особо не выдадите Ну и Вишенка на этом торте Естественно то что Когда ваш терроргайст Умирает То каждый юнит В 3 дюймах Дружественные Тоже прошу заметить Получают до 3 марталок Ну офигенно Что сказать Ну так же Дыхание терроргайста Работает на марталке Это выбирается Вражеский юнит В 10 дюймах Кидается кубик К значению прибавляется Значение из таблицы От 6 до 2 По мере деградации Получения ран Насколько перекинули Вражеский брейвакс Только марталок За 305 очков Вы это хотите? Нет Единственный смысл Их существования Просто потому что Они есть И если вы играете По династии Авенгории То вот эти монстры Считаются батллайнами Идем дальше Здесь смотреть Абсолютно не на что У вас есть совершенно Другие Совершенно более полезные Выборы в армии На роль монстров На роль героев На роль каких-то Больших моделей Здесь просто Никакой пользы Вы из этого не извлечете В разделе с героями Я не упомянул Аж 2 вариации Вайт Кинга Короля умертвий Просто по той простой причине Что оставил их На чуть попозже Когда будем рассматривать Скелетную часть Вот время подошло В общем что мы имеем Пеший Вайт Кинг Четвертый мув 5 ванду В третий сейф Десятый брейвак 4 атаки 3 плюс 3 плюс Перемь Д3 дамага Да что ж такое-то Опять как у всех вампиров То есть у нас и Вайт Кинги Теперь дерутся так же На этот раз оружие Конечно совершенно другое Бейлхолл Тумблейд Могильный клинок Это просто какой-то позор Почему нельзя было Разным героям сделать Хотя бы немножко Разные правила На ближний бой Я не знаю Ладно черт с ним На шестерку Тухит Клинок наносит Одну морталку В дополнение К нормальному дамагу Это вообще пофигу Не ради этого Мы его берем У него есть команда Билка Которая юзается В начале комбат фазы Один выбранный Deathrattle unit Полностью в 12 От этой модели До конца этой фазы Может Реролить Нички на попадание Ну прикольно Потому что реролов Сейчас осталось мало Но настоящий смысл Вайт Кинга Я про конного Даже особо рассказывать не буду У него просто Мув 12 Ран больше Сейв такой же Он чуть хуже бьет Бьет скопья У него Две атаки Незначительных скопыт На чаржан На 2 плюс Сносит Д3 морталок Команда билка Та же Смысл Вайт Кинга Что одного Что другого Пешего 115 Первый дамаг Стакается То есть много Ну это 2 урона Дамага Вы в среднем Вы в среднем будете делать По 3-4 атаки С стражника Ну с могильного стражника Это все второй урон Это все Морталки У вас есть Рерольчики И вы хотите их Конечно же Больше Видеть Даже участь у них Невысокая Там если берете Одноручник У них появляется Еще и щит Который дает Плюс 1 К сейву Не только В ближнем бою Вернее А вообще От всего Это клево Было бы Если бы Это просто была бы Характеристика На сейв 4 А так как это модификатор То сейв лучше 4 Вы им сделать не сможете Увы и ах Вообще странно По всем канонам Могильная стража Наоборот Отличается Как раз тем Что она мега крепкая Здесь у них Профиль совершенно Не крепкий Но вы вдумайтесь Что вы берете Тридцатку таких ребят Да они стоят 140 за десятку Это приличная цена Но Капитан Халгрим Дает вам 8 мув У вас также Есть чемпион Знаменосец И музыкант Полная командная группа О них позже Но просто представьте Вы доводите Тридцатку Грефгвардов У каждого По 3-4 атаки То есть 90-120 атак 2 плюс С реролом копеек Простите 3 плюс С реролом копеек На попадание На шестерку Взрыв хитов 3 плюс на ранение Первый рент И по 2 урона Каждая То есть даже Если у вас Оппонент Даже если у вас Немного атак Вы не настакли Даже если у вас Оппонента Пройдет половину То есть 30 атак Это с рендом Это с мордалками И вторым дамагом Это то есть Потенциальные 60 дэмэджа Этот отряд Может убить Вообще Все что угодно В игре За одну активацию А еще Вспомним Про некроманта Который Макабру дает И позволяет Им активироваться Второй раз Это Юнит По дамагу Наверное Один из самых Сильных В игре Вопрос в том Как его довести До ближнего боя Ну во первых Вы можете Расположить его В грейсайтах Или в засаде По легиону ночи И просто Чаржить у оппонента Возникнув из ниоткуда Буквально Он не сможет Проредить И дебафнуть Вас на магии Или на стрельбе Да Что дальше У них есть Командная группа Как я сказал Чемпион делает Допатаку Но не это главное Главное Что он сможет Сам раздавать Юниту Командобилки Что хорошо Что круто Знамя Позволяет Кстати говоря Реролить им Единицы На вашу шестую Варду Deathless Minions То есть Вауре от героев Или грейсайтов У вас шестая варда Помним об этом Знамя позволяет Реролить копейки Ну Это не то чтобы Очень полезно Но иногда Пару Гвардейцев Это вам поможет Спасти И самое главное Это музыкант В общем Когда вы чаржите Даже если вы кинули Меньше шести Вы все равно Подчаржите Минимально на шесть То есть даже если кинули Две единицы на чарж Вы все равно Чаржите на шесть Кинули больше Хорошо Значит чаржите дальше У вас стабильный Источник хорошего Стабильного шестого чаржа Вы можете делать Восьмой мув Совершенно спокойно Это восьмой мув Шестой авточарж То есть у них Трит рейндж гарантированный Ну при условии Наличия халгрима Четырнадцать дюймов Это довольно неплохо То есть до ближнего боя Не доходят По дамагу я сказал Это абсолютно Беспрецедентный отряд Да у вас там будет За четыреста двадцать Тридцатка Да ее относительно Несложно убить Но опять же Помним про воскрешение Это сам анабл юнит Так что даже если вам Тридцатку убили Вы с помощью Грейсайта Пятнадцать еще вернете Да даже пятнадцать Игрейв гвардов Под доп атак Это сорок шесть атак Со вторым дамагом Они нарежут Что хочешь На самом деле Просто берете тридцатку И это тот юнит Вокруг которого Имеет смысл Строить игру Это на самом деле Один из немногих юнитов Здесь таких вот Но если вы берете Тридцатку Могильной стражи Вам действительно Хочет взять Вампир лорда Некроманта Скажем либо Манфреда Либо Радукара Ну просто все вместе Будет очень дорого уже Может не влезать И просто бафать Все атаки сюда Банально Манфред Им сделает два плюс На попадание Три плюс на ранение Да Без проблем И Вайткинг Своей командой Билкой Даст им еще рерол Копеек на попадание То есть два плюс С реролом копеек Три плюс То есть вы все попадете Ну а дальше Что пробьете Это треть Ну а 120 атак Треть Это 80 раз 80 пробитий С первым рендом Второй дамаг И из Получается 120 бросков На ранение У вас только по статистике Будет 20 марталок 20 марталок В целом вам и так Хватит чтобы зарубить Что угодно А здесь еще и Второй дамаг У них 25 мм Подставки Так что правила Когеренции Их не особо Сильно запаривают Они дерутся в два ряда Даже с своим первым ренджем В общем великолепный отряд Вокруг него можно строить Игру Очень жаль что не дали Новых миниатюр Хотя я на самом деле Фанат старых Они очень красивенькие Ладно В общем про Гвардова Говорить можно столько Сколько про зомби Это прям основообразующее Предприятие этой книги Но идем дальше В скелетной части У вас есть еще так же Черные рыцари На них долго останавливаться Не будем Раньше этот отряд был Средний неплохой кавалерии Сейчас им дали Абсолютно Невразумительный статлайн Непонятно почему Бронированные С головы до ног Умертвые имеют Пятый сейф На бронированных же конях Бафать его Никакими щитами Здесь даже близко нельзя Да у них 12 мув Точно те же правила На командную группу На полную Что и в могильной страже То есть 6 авточарж Да они быстрые Все круто Мы поняли На 2 плюс На чаржа наносят Д3 марталок Но проблема в том Что у них Ближнебойный профиль 2 атаки 4 плюс 4 плюс Без ронда Первый дамаг И 2 атаки 4 плюс 3 плюс Без ронда Первый дамаг Которые никак не бафаются Ни от чаржа Ни от чего Что опять же Невразумительно Потому что у них Вроде как кавалерийские копии В общем ГВ просто намеренно Зачем-то зарезал отряд Я не понимаю зачем Их можно брать Баталайном В легионе крови Но возьмите лучше Баталайном зомби Которые и дешевле 115 против 120 Имморталят И вообще просто Во всем лучше И лучше бафаются В общем Блэк Найты К сожалению В этой редакции Мусор Очень жаль Потому что Блэк Найты Это конные Грюк Гварды Это модели 8 редакции Они красивые Хотелось бы все-таки Их использовать Надеюсь ГВ все-таки Поправят Это недоразумение Ну и третий Разряда Deathrattle То есть скелетный Это простые скелетные воины Парни работяги Четвертый мув Одна лунда Пятый сейв Десятый Брэйвак Они Баталайн Берут с десятками То есть можно взять 30 Стоит 80 очков за десятку Вернее 85 Это на самом деле Значительно дороже Чем зомби Потому что зомби стоят За двадцатку 115 Их можно брать 60 Здесь за десятку 85 С двадцаткой Это у нас 170 Их можно максимум брать 30 Но у них все-таки Есть пятый сейв То есть его можно Раскачивать до четвертого Заклинаниями Командобилками И у них для этого Есть собственный чемпион Который кстати Делется довольно хорошо Ему даже отдельный Вэпон профайл Дали Но смысл не в этом Они могут самобавться На них можно класть Мистик шилды Они точно так же Сам на бэл юни То есть встают из могилы Можно давать Стакать атаки На атаке у них Никаких особых свойств Нету на самом деле Они бьют Одну атаку Три плюс Четыре плюс Без ренда Первый дамаг И чемпион бьет Две атаки Три плюс Три плюс Без ренда Первый дамаг В общем чемпион У них прям такой Подкачанный Но опять же Помним что можно Разбафать До большого Количества Атак До буквально Трех-четырех Можно также Дать там Допустим Макабру Они будут активироваться Два раза То есть это довольно Крепкий Баталайм юнит На самом деле Шестая варда Сыролом копеек Четвертый сейв Там вплоть до понижения На один или два Вражеского ренда Если вы их обмажете Именно на защиту Это неплохо Это окей Но раскрываются Они в их правиле Которое называется Скелетон легион Буквально Скелетный легион Когда вы выбираете Этот юнит подраться Киньте кубик За каждую модель В этом юните Которая была убита В эту фазу На четыре плюс Вы можете вернуть Эту модель В этот юнит То есть по факту У вас правило Золочено только На комбат фазу Вы хотите Чтобы вас ударили Первыми Или по крайней мере Вы не стремитесь Бить первыми Вам убили Допустим Двадцать моделей Вы выбираете Юнит для активации Кидаете двадцать кубов Прежде чем поатаковать На четыре плюс Восстанавливаете То есть по статистике Десятка встает обратно У вас уже Двадцать из тридцати скелетов Маленькая комба Вамба Ваш некромант С помощью своего заклинания Ванкельс Данс Макабр Позволяет Второй раз Активироваться В комбат фазу Соответственно С этим правилом Идеально комбинируется Потому что Вы выбрали один раз Восстановили вот таким образом Половину трупов А потом Во время второй активации Уже подравшись Вы можете Еще раз Кинуть за Оставшиеся убитые модели То есть еще В нашем конкретном примере За десять убитых скелетов И по статистике Вернуть еще пять То есть оппонент Бьется вам в четвертый сейф Шестую ворду С ролом копейка Убивает вам двадцать Моделей Там казалось бы На батлшоке Вы разбежитесь Ну рассыплитесь вернее Нет потому что По факту вам убили пять Это очень хорошо Потому что у вас есть Легионы и обилки В них которые бафают И поощряют игру Именно от скелетной составляющей Поэтому есть Захотите играть с скелетами Очень даже можно Очень даже играбельно Хотя на спортивной арене Скорее всего Будут фигурировать Все таки зомби А то и Кирпичи Могильной стражи Ладно Идем дальше Встречайте Прошу любить и жаловать Те о ком вы так много От меня уже слышали Собственно наши волки Да Арволвс Десятый мув Две раны Пятый сейф Десятый брейвак Стоят они 135 очков Считаются баталайном То есть можно брать Тридцатку Но я правда не советовал Потому что за счет Шестидесяти миллиметровых баз Вам их придется водить Два ряда Бьют они на один дюйм Поэтому Такое себе Лучше брать десятку Прикрывать ими своих героев Бегать по точкам Они быстрые Можно даже жрать Не очень сильно Отряды оппонентов Потому что у них есть Правило Слайвер и чардж Собственно если они чаржили То плюс один нападание На ранение То есть это уже по две атаки Три плюс Плюс у них есть чемпион Это Doom Wolf И как ни странно Чемпион может давать им Команда билки И по факту По факту Даже если на противника Есть дебаф на минус один Тухит допустим Они все могут попадать На тройке Им можно дать плюс к сейву За чемпиона All Out Defense То есть будет четвертый сейв То есть десятка Это 20 ран В четвертом сейве Они summonable юнит Поэтому они могут Воскрешаться из могил Ну то есть если вы берете Десятку Пятерка у вас встает В принципе неплохо Опять же они довольно толстенькие Ну что тут еще говорить Хороший толстый маневренный юнит Который может задрать Какого-нибудь хилого оппонента Который просто стоит Удерживает точку Или какую-нибудь Магу сожрать Могут прикрывать Вашу Белодаму За счет больших подставок Скакать впереди к кавалерии Прикрывать вашу кавалерию В общем полезно По всем фронтам Берите не пожалеете Вам в любом случае Скорее всего пригодится Коробка на призыв Радукаром Если вы захотите играть Радукаром Есть еще один юнит Фэлбетс Это летучие мыши Которых я сначала Не понял за их 75 очков Но потом Как понял Короче Слушайте 14-й мув Три раны Шестой сейф Десятый брейвак Ну в общем Не очень-то живут Зато очень быстрые Естественно Они летают Это летучие мыши На 14 дюймов Далеко отлично Бьют они никак Три атаки 4 плюс 4 плюс Без аренда Первый дамаг Чемпионов у них нет Могут отступать И дальше чаржить То есть Даже если вам их завязали Ну каким-то чудом Не убили 9 рам В шестом сове Могут отойти И Побегать там Ну вернее Поатаковать дальше А не саммонбл Что самое забавное Их можно восстанавливать Инвокациями Или даже призывать С грейвсайта Если они у вас погибли Производить его Одну-две Но Да ладно Не будем о грустном В общем Стоит 75 очков Зачем вам это чудо Есть такая чудесная Команда билк Называется Unleash Hell То есть По факту Вражеские стрелки Разряжаются В ваш чаржащий юнит Очень неприятно Иногда бывают Очень сильные стрелки Бывают у некоторых Фракций Там не будем Тыкать пальцами Там несколько Таких фракций есть И какими Блоднайтами Или даже Зомбаками Или скелетами Да вообще никем Героями Вы не хотите Отхватить зал Там из 60 выстрелов А некоторые могут Еще больше Об этом потом поговорить В общем Вражеские стрелки Могут это делать Только если уже С кем-то не завязаны Летучие мышки Летая на 14 Имея 3 40 мм Подставки То есть Не очень много места Занимают Быстро летающих Мало Просто Первыми Активируются В чарж фазу Чаржат Вражеских стрелков Либо Вражеские стрелки Должны Разрядиться Ваших мышек Ну Убьют вам юнит За 75 очков Окей Пофигу вообще Это ни о чем Это лучше чем Потерять пачку Блоднайтов на черже Или вашего героя Какого-нибудь Вампирского Дорогого Да Там есть такие стрелки Которые могут это сделать Вы просто отправляете Их с чарж первыми Скорее всего Будет место Чтобы зайти в 3 дюйма К вражеским стрелкам И либо вражеские стрелки Тратят свою Командобилену На этот юнит И больше соответственно Использовать ее не могут Потому что Одна команда Билка ограничена Одним использованием В одну фазу Либо просто Оказывается Завязаны с вашими мышками Все вот так просто Больше они в общем По факту Ни за чем не нужны Можно сказать Что у нас скоринг точек Но это всего 3 модели И со скорингом Лучше справятся ваши волки Ну разве что Могут еще Кого-нибудь пешего героя Прикрыть своими Большими подставками Они правил когеренции Соблюдают легко Потому что Их всего 3 в юните А подставки довольно большие Ну можно прикрыть От чержа героя Ну в общем Использование их Это антистрелковое Теперь же давайте Посмотрим на элиту Наших арми Это вампирские юниты Потому что Да Вампиры не только герои Есть и юниты Виркос Пешие вампирчики Доступны они Только в коробке Керсид Сити Но Если вы их получите То можете использовать В любой армии Может даже не в Виркосе На самом деле Для них это особо Погода не играет Стоят они 125 очков За 3 штучки Ходят на 32 мм Подставках Что довольно хорошо Потому что Можно их брать 3 или 6 И соответственно Им тогда придется Соблюдать Более сложную когеренцию Но с их подставками Это в принципе Вполне возможно Значит что из себя Представляют За свои 125 5 очков 10 мув 3 раны 6 сейф Мусорный 10 брейвак Однако У них есть 5 варда Ну все просто То есть Сейф не особо Хотя можно чуть раскачать Но зато варда есть Приятно от марталов защищает Да и от всего остального тоже Из минусов Нету чемпиона То есть сами себе команда Билки не дадут Это вообще как-то глупо Я этого не понимаю Что у них по атакам 3 раза бьют На 1 дюйм 3 плюс 3 плюс 1 рэн До 3 дамага А вот это уже очень неплохо Это героический На самом деле Профиль атаки Так обычно дерутся герои Средней руки Это просто юнит То есть 9 таких атак При поддержке героя Все же У нас много летающих быстрых То есть выдать ее не так сложно Они очень даже могут загасить Какую-нибудь важную вражескую цель То есть 3 32 мм подставки Это очень маленький футпринт Их очень легко заводить Очень легко ими вычленять цели Да даже под тем же Манфредом Это будет 9 атак Уже 2 плюс 2 плюс 1 рэн До 3 дамага Да рэн есть Мультипл дамаг есть Что еще надо для счастья За 250 таких у вас будет 6 То есть Уже резко 18 атак И они могут даже зачищать юниты Они довольно дорогие За то что они делают Не так хорошо защищены Как хотелось бы С другой стороны Больно нарезают Занимают очень мало места Очень хорошо поддаются бафам Вот Ну если хотите отыгрывать Тематический виркас Я бы посоветовал Если хотите играть От элитной армии Я бы посоветовал В принципе у них есть роль Несмотря на отсутствие Большого количества правил Роли Это находить вражеских магов Или не очень больших героев И быстренько их вырезать Они с этим могут справиться Они могут справиться С пачкой стрелков вполне Ну если это небольшая пачка В 30 стрел Которая разрядит им В лицо 90 стрел Да Тут они к сожалению Лягут Но в принципе прикольный Приятный юнит вампирский Ничего особенного Но все как надо Дерутся хорошо Имеют сопротивление урону Двигаются быстро Брейвак высокий То есть с этим заигрывать Как-то сложно Дороговато Но я бы даже рекомендовал Попробовать поиграть Найти им применение Вполне можно По крайней мере Из того что я вижу на бумаге Дальше у нас есть Варкскир Это не монстр Но однако вампир Который привязан к ивардами К династии виркас То есть он вампайр виркас Уже круто Двигается на 8 дюймов Имеет 8 ран Пятый сейв Точно так же как Бладборный Имеет пятую варду Десятый брейвак Соответственно Он может чаржить Если находится в 18 От оппонента И кидать 3D6 кубов Вместо 2D6 То есть он может И на 18 При большой удаче Почаржить У него 4 атаки 3+, 3+, 1 рент 2 дамага И одна еще сверху 3+, 2+, 2 рент Д3 дамага Приятненько Да Это такой мини варгульф Вот Стоит он соответствующе 115 очков За одного Ну Я бы не сильно Рекомендовал На самом деле Прописано что В юнит можно брать Только одного По той простой причине Что роль у него Ровно такая же Как у виркас Бладборнов Это Вычленять маленькие Отряды героев И быстро их вырезать Но он хуже во всем У него здесь и меньше ран Практически за ту же цену Да У него на одну Меньше ран Хоть и сейв чуть повыше У него меньше мув У него меньше атак В общем К сожалению Несмотря на красивую модель Он стоит слишком дорого За то что он делает А делает он по факту Ничего Потому что атак у него Тоже в два раза меньше И Ну толку от него Честно говоря Никакого Давайте же посмотрим На еще один Вампирский юнит Это Варгайсты Которые стоят Сразу скажем За тройку 155 очков И могут браться В качестве батлайна Если вы играете По легиону ночи Ну я бы вам не рекомендовал Потому что там 50 мм подставка И вы с когеренцией Просто утомитесь Лучше брать тройками Ну или максимум шестерками Даже тройками Сейчас объясню почему У них из приятного Да-да Есть 12 мув с полетом У них киеворд вампир Привязки к династии нету 4 раны 5 сейф 10 брейвак Да-да Мы поняли Есть одно прекрасное правило Death is Death Sand Вместо того Чтобы выставить Этот юнит На поле боя При расстановке Как все нормальные вампиры Вы их убираете в резерв И до начала Четвертого батлраунда Этот юнит Может выйти из резерва В любом месте На поле боя В 9 дюймах от противника Ну то есть дальше В 9 понятное дело То есть 3 таких парня Это 12 вон до В пятом сейфе С 12 мувом Выпадают где хотят То есть можно бахнуться На точку занять ее И полететь в ближний бой А в ближнем бою Они ох как могут У них есть чемпион Который делает доп атаку Не это самое важное Самое важное что могут Сами себе дать команда билку Делают по 3 атаки 3 плюс 3 плюс Первый ряд 2 дамага И на шестерку на попадание Это 2 Извините за тавтологию Попадания Вместо 1 То есть тройка таких Это десятка атак 3 плюс 3 плюс Первый ряд 2 дамага 2 урона Это до всех бафов Это очень круто Потому что Вы сможете таким образом Заходить на вражескую территорию Выполняя батл тактику Вы сможете выпустить у него в тылу Загрызть спокойно Пачку каких нибудь лучников Занять точку Убить героя Потому что дерутся они хорошо Они даже относительно Могут пожить Потому что шальной аркейн болт Не убьет здесь половину модели Как у аналогичных отрядов В других армиях Например у дочерей Кейна Точно так же Кейнерая Могут выпадать из резервов Где хотят Но там Это 5 моделей С одной раны В 6 сейве Здесь это 3 модели Ну с 4 ранами И в 5 Которые еще очень хорошо дерутся ГВ хочет чтобы мы брали их По легиону ночи Без проблем Манфред дает им Плюс 1 тухит И ту вунд Это 10 атак 2 плюс 2 плюс перран 2 дамагана Шестерку 2 подай Вместо 1 Ютилити очень у них высокий Надо понимать Что они Свою играбельность Получают Именно по Правилам 3 редакции В новых реалиях Где у нас есть батл тактики Там где-то занять 2 точки Вне своей территории Где-то зайти на Территорию оппонента Двумя юнитами Это действительно Может быть проблематично Потому что оппонент Будет защищать свою территорию И там Может определенные точки А здесь хоть в первый ход Можно это выполнить А дальше Уже спокойно Посвятить себя Скажем так К выполнению Каких-то более простых Батл тактик Очень хороший юнит В нынешних реалиях Да Дороговато 155 очков Но мы видим За что Они столько стоят Во-первых Хороший ближний бой Во-вторых Очень крутая И редкая На самом деле Обилка Что юнит Может где угодно Вставляться После своего резерва Более того Резерв не привязан Никаким легионам И способностям То есть юнит Сам себе Очень хорош Ну и Последний юнит Вампиров В этой книге Это можно сказать Вампирский маскот Это Рыцарик Крое Встречайте Прошу любить и жаловать Новые прекрасные Крышесносные модели Такие же крышесносные В покрасе Мои личные фавориты Несмотря на тот факт Что на мой взгляд В правилах Их немножко обделили Судите сами 5 моделей За 195 очков Цена Окей Сразу скажу Я сейчас расскажу Их профиль 195 Это прям их цена Дешевле Было бы грязненько Дороже не надо Будет платить не за что Десятый Мув Бесеково полета Ну окей Это тяжелая кавалерия И наконец-то вампирам Завезли живучесть Черт побери Вампиры Они должны быть живучие Хороший профиль Триран Третий сейв Базовый третий сейв Это очень хорошо То есть их можно Обкастовать Мистик Шелдом Обложить Лаут Дефенсом И там команда Билками И будут гонять его Втором с понижением Рэнда по себе У них есть правило Голод То есть если они Кого-то убивают Лечит до триран Понятно что они Никак не могут воскресать Потому что они не сам Но у них только Кейворд Вэмпайр В этом плане есть Но полечиться Залечить шальные Две раны Которые получил Какой-нибудь Трирцер Они очень даже могут У них есть чемпион Ну это доп.атака С их оружия Окей Но самое главное Что могут давать Себе команда Билки У них есть знаменосец Который позволяет Реролить единички На их шестой варде Которую мы получаем В качестве Allegiance обилити О ней я рассказывал Уже много раз Успоминал Давайте поговорим Об их оружии Вот опять же ГВ положила в коробку Два вида вооружения Их можно либо вооружить Мечами Либо копьями Притом кавалерийскими Хорошими Настоящими Почему Почему Например у Рюцари Хаос Это два разных профиля С совершенно разными Предназначениями А здесь это просто Один профиль Который называется Templar Lans of Blade То есть Хромовничий Меч Или копье Ланс Я не знаю Ладно Мое дело видимо Не задавать вопросы А просто рассказать историю Вот Думайте сами Но что-то как-то Это не справедливо Со стороны ГВ Опять же Дали две разные закачки По факту Одно и то же И как это вообще работает У копья и меча Совершенно Разные Механики Даже вот Я не знаю Если кто-то из вас Держал меч в руках Я уверен Такие есть Или копье Вы понимаете Что да Совершенно разных оружий Особенно на коне Особенно специальные Кавалерийские Они не могут работать Одинаково Но Здесь работают Да Видимо Потому что Мы не Ордер Где у некоторых Армии Даже рюшечка На поясе Чемпиона Прилепленная ему Сзади Дает какое-то Спецправило Баф Или новую атаку Но Да ладно В общем Поговорим о правилах Три атаки Три плюс Три плюс Первый рент Один дамаг На черже Два дамага Радиус Один дюйм Здесь у меня Огромный вопрос Опять Ладно Я понял Что вы сделали Один профиль Для двух разных оружий Почему Блин На один дюйм То есть Ради чего Копье Огромное Длинное Оно должно Бить на 2-3 дюйма Как это работает Абсолютно У всех остальных Армий Почему Кавалерийский Чарж Не дает Плюс Один К ренду Как это работает Опять же Практически У любой Кавалерии Тем более Это тяжелое Почему У них Не увеличивается Пробиваемость За счет Того Что они Налетают Да Увеличивается Дамаг Но обычно Всегда Увеличивается Ренд И дамаг Что они Боялись Слишком Овербафнуть Юнит С первым Рендом Учитывая Что Книга Писалась По третью Редакцию Где можно Хоть Плюс 4 К сейву Настакать Ну Не выше Чем плюс 1 Бонус К базовой Характеристике Это понятно Но можно Ренд игнорировать Просто до Пупения То есть Я не понимаю Они боялись Что возьмут Десятку Рыцарей Ну и что За это Люди Поплатили 390 очков То есть Очень много Это был бы Большой отряд На 75 Миллиметровых Овалах Это большой Футпринт Мы били бы Они вдворяда Этими копиями Но было бы Это вместо 15 Вернее 16 Атак 31 Ну и что Это вообще Не самое страшное Что можно встретить В игре В общем К радиусу И ренду У меня Большие здесь Вопросы Это какая-то Хрень Если честно Но зато Лошади Бьют На 1 дюйм 3 атаки 4 плюс 4 плюс Без ренда 1 дамаг В принципе Довольно много Гороха Могут насыпать Лошадки Дерутся Хорошо Что можно сказать По дэмэдж Потенциалу Я бы назвал Его средним На самом деле С пятерки Рыцарь Если бы не один Простой факт Это их правило Райдера Суфруин Всадники Погибели Вашему Мувенфазу Если вы завязаны В ближнем бою С кем-то Вы можете Просто Сделать норму Мув То есть Просто подвигаться Заметьте Не ретрит Что по нынешним Вордингам Означает Что после этого Мува Они могут взять И почаржить еще раз Вы завязаны В ближнем бою Вы походили Просто от этого юнита Вам плевать Что вы завязаны Вы походили Поехали Куда захотели Ну Единственное Конечно Вы должны После этого Остановиться Дальше Чем в 3 дюймах От врага После чего Вы можете чаржить То есть Это несколько Компенсирует Их не очень Высокую пробивную Способность Что Вы можете Каждый ход Отходить Каждый ход Чаржить Получать Свой плюс 1 к дамагу И что круто Они могут Переходить Через Вражеские юниты При условии Что у них Нету Скакуна То есть Это не кавалерия И 3 Раны Или меньше То есть Ну вот через Блайткингов Проехать не могут Через каких Теручих брутов Вполне могут В общем Могут проезжать Сквозь юниты Как будто они могут Летать И после этого Каждый юнит Через который Они прошли Не только тот С кем они были завязаны А каждый Через кого они прошли На 2 плюс Ловят для 3 Морталок Обусловлено тем Что они как тяжелая Вапирская кавалерия Просто расталкивают Недостойных противников И проходят Куда хотят То есть Завязать их пехотой Ну совершенно не получится Даже никем завязать Не получится Просто пехота И все прочие причастные Даже если Такие-нибудь Орочие бруты Крутые Большие Получают еще и Морталок То есть Вот опять же Еще немножко урона Отсюда Они делают Каждому Монфазу Каждому Монфазу Получают Свой бонус На чарж То есть Бонус на дамаг С чаржа И вырисовывается Что в принципе То у нас Не такой маленький Дамаг с них Мне все еще не нравится Что у них только Первый рент И это фиксировано Это очень плохо Но Есть как есть И наверное Это до какой-то степени Компенсируется Именно их Морталками В вражескую Пехоту Притом даже В элитную Притом что это Не один юнит Получает Морталки А все через кого Они прошли С десятым Мовом И в общем Получается Что таким образом С миру по нитке Дамаг То с них капает Очень прилично Потому что Это и второй ром И морталки Как я сказал В общем Резюмирую Юнит за 195 очков Несмотря на что С ним немножечко По свински обошлись В плане Того что Не разделили оружие Не дали нормального ренда Ну только первый В целом Юнит очень хороший Я считаю Что пятерку Прям надо брать На форматы До 2000 На 2000 У вас вполне себе Влезет две пятерки Они отлично Будут отжимать Обжективы Они отлично Будут наносить Морталки Всяким Пехотинцам Стрелкам И прочим Отрядам Их скорее всего Противников Будет много Опять же При двух юнитов Бладнайтов Вы можете Два раза В один и тот же юнит Занести До три Морталок На черже У них нормальный Второй дамаг То есть даже Без чержа Они все равно Сохраняют свой первый Ну какой-нибудь Рен То есть могут Постоять подраться Они очень живучие Потому что Это будет 15 рам В третьем Савес С возможностью Самобафа Магии у вас много Мистик Шилтон Найдете Что-нибудь еще найдете Здесь неплохо Могут сами По себе лечиться Хоть и не могут Воскрешать модели В общем при правильном Использовании Очень жесткие Что еще хочется отметить Что вот эта их обилка Которая позволяет им Проходить через Вражескую пехоту Позволяет им Хорошо снайпить Вражеских персонажей Потому что Они будут сныканы Скорее всего За рядами этой пехоты На десятом Муве Вы в принципе Можете перейти Через ряда Три-четыре В зависимости От величины Вражеских подставок То есть размера Вражеской пехоты И уже дальше Спокойно зачаржить Во вражеского героя Ну или просто Обогнуться с фланга В общем Применение массы Отличный юнит Его прям брать стоит И модели у них Кстати просто шикарнейшие Я прям рекомендую По всем параметрам Если хочется Вообще только от них играть Вот вы прям фанат Вампирских Рыцарских орденов То Пожалуйста Берег династию Костелай Там они еще умеют Левелапаться За фраги Так сказать То есть чем больше убийств Юнитов они делают Тем больше бонусов Кумулятивных Они получают В общем возможности Их использовать Масса Это вот тот юнит Который в любом листе Найдет свое применение Отлично Рекомендую Ну и осталось у нас Буквально пара юнитов Это Косарги Найтгард Это личные стражники Радукара Те самые неживые огры У них привязка К династии Виркас У них кеворд Дэдвокерс Они как бы Типа зомби Что прикольно Что прикольно Они не сам Она была Так что воскресить их Не получится Пятый мув Четыре раны Пятый сейв Пятая варда А что хорошо Повышает их же участь Можно взять Правда максимум Четыре в юнит Но это будет Шестнадцать ран в пятом сейв Пятой варде В целом не так плохо Брывачок тут десятый Так что не разбегутся Можно быть спокойным Второй радиус атаки Две атаки Три плюс Три плюс Первый рэн Два дамага И плюс одна атака Если находится полностью В двенадцатом радукара Это не команда обилка Просто обилка Но в общем то Что здесь сказать можно Девяносто пять за две штуки То есть Сто девяносто вы заплатите За четыре Есть смысл брать Только если вы играете От радукара волка То есть не без ста И хотите Как я уже говорил Отыграть тот самый Ульфенкар То есть с Таргилем Который от того же Радукара будет бафаться Ну и со всеми вытекающими Просто так смысл нет Кроме как Если вам ну очень нравятся модели Только по той причине Что ничего прям Такого особенного Они не делают И их основная фишка Это все таки в том Что они могут бодигардить Радукара И с пятой вардой То есть какой-то дамаг С себя скидывать Еще в дополнение к этому И напоследок Для вас я приберег На мой взгляд Один из самых Недооцененных юнитов Этой книги Стоит он 200 очков И имя ему Мортис Энджайн Это такая Повозочка Большая С призраками И слепым некромантом Сверху У нее 14-й мув Деградирует По мере получения Урона 12-й транс 4-й сейф Десятый брейвак В ближнем бою Атаки лучше не смотреть Там все страшно 2 атаки 4 плюс 3 плюс Первый ренд Д3 дамага И 12 атак С призраков 5 плюс 4 плюс Без ренда Первый дамаг Шестерки Тухит Морталка Не за это он нам нужен Во-первых Он как труповозка Бафает нам магию Баунд некроменсор Называется правил Привязанный некромант Связанный вернее Некромант Связанный с ним А не в плане По рукам и ногам Плюс 1 к костам Дружественным Солдлайт Грейвлорд Волшебником Полностью в 12 От этой модели Почему он хорош Потому что Это свойство Можно комбить С труповозкой Это разные обилки Поэтому Взяв труповозку И Мортис Энджиен Вы получите На всю свою магию Плюс 2 к костам То есть Ваша белодама Будет кастить С уже плюс 3 Что делает ее Ну просто Невероятно Отличным магом Потому что По Виркусу Это с реролом костов Еще Даже говорить Насколько хорошо Кастить подобным магам Вот это надо пробовать Так что берите И пробуйте буквально Да даже ваши Всякие некроманты Под этим делом Простые вампирчики Будут кастить С плюс 2 И с реролами Ну некроманты Без реролов Виркус только Вампирам Их дает Но тем не менее Плюс 2 Это очень ощутимый Бонус Противник будет Сложнее вас От анбидит Значительно Вам значительно Проще скастить Даже какие-то там Не самые простые Но иногда Очень нужные С пылы И довольно уверенно Кастить все остальное Те же мистик шилды Вам пригодятся Это все ладно Это все ладно У него есть Стрелковая атака Вой проклятых Вейл оф задем Работает на 12 дюймов Это аура Деградирует По мере получения урона За каждую модель В радиусе Вы кидаете кубик На 4 плюс Наносит Д3 Морталок Собственно Бладсикер Паланкин Делает то же самое Но во первых Мортис дешевле Во вторых Это еще не все В общем Стрелковая атака 4 плюс Д3 Морталок Всем в радиусе Не один юнит В 12 Все вражеские юниты При 14 муве С полетом Дотянуться им Проще простого Это 26 Трит рейндж И еще одно правило За реликвари Реликвари Раз забиту Вашу героическую фазу Вы можете использовать Эту обилку Если вы это делаете Киньте кубик За каждый юнит В 12 от этой модели На 2 плюс Этот юнит Получает Д3 Морталок И юниты смерти Ну то есть Солбайт Грейлорды Не получают Морталок От этого правила То есть Вы берете Мортис Энджин Подъезжаете На 14 дюймов Всем врагам В 12 На 4 плюс Раздаете Д3 Морталок Потом Вашу героическую фазу На 2 плюс Всем раздаете Д3 Морталок Потом еще Шутим фазу На 4 плюс Д3 Морталок Ну и далее По списку Прикол в чем Вы можете взять Их 2 Спокойно Не в 1 юнит Конечно Но 2 Они стоят 200 очков Это не так дорого Вы подкатываете Эти 400 очков Свои 14 дюймов Даже в первый ход Между вами И оппонентом Скорее всего Максимум 22 дюйма То есть Многие вражеские юниты Попадают под это Наносите каждому юниту С вероятностью В 50% Д3 Морталок Потом еще столько же То есть 2 Д3 Морталок Можно нанести Каждому юниту В ауре Потом В вашу героическую фазу Вы наносите Практически Гарантированно По 2 Д3 Морталок В героическую фазу И в шутинг фазу С 50% Вероятностью Еще по 2 Д3 Морталок То есть Фактически От 2х Мортис Энджинов Противник За 1 ваш ход Может получить В каждый Свой юнит В каждый Свой юнит По 4 Д3 Морталок От 4 До 12 Морталок В каждый Свой юнит По моему Это Ну Огромное Преимущество Это 400 очков Это довольно живучая модель 12 ранок В 4 соеве Не факт что противник Сможет вам их снять И вы можете раздавать Это хоть всю игру дальше Но это просто круто То есть Это и бафает Вашу магию И огромное количество Морталок От которых защититься нельзя Я знаю Я уже много раз Сказал про Морталки 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 Но по факту Это все для чего вам нужен Этот трон Мортис Энджин Как хотите называйте Его часто просто В игровой серии Называют троном Похож Похож Честно говоря В общем Не то чтобы Я вас призывал Стопроцентно Использовать Вот эту комбу Вамбу За 400 очков С двумя Но это можно сделать Многие платят И гораздо дороже За героев Которые умеют Ваури Раздавать Морталки Здесь это не герои Так что они не жрут Слоты Они не монстры Они не жрут Слоты И все еще Да И выдают Довольно стабильно И довольно много Это больно Можно так делать Всю игру И противник будет Просто умирать Просто прикрываете Их зомбаками Это тоже Морталки Кстати говоря В общем можно Просто заспамить Противника Если каким-нибудь Юнитом в 20-30 Пехотинцев Это не очень страшно То представьте Вражеских героев 5-6 вундовых Которые Бафают Свои юниты Магичат Вас сомбиндят Получить в ход 4-3 Морталок За каждого Это практически Гарантированная Смерть Любому из них Даже при условии Что там есть Бодигарды Просто Бодигарды Столько урона Не впитают И герои Откинутся Если не сразу То на следующий ход Точно Очень круто В общем Это все юниты Которые есть В этой книге Ну кроме Сипульхролгард Это банда Из первого сезона Андерворлсов Скелетная Она просто абсолютно Ни о чемная Я о ней даже Рассказывать не буду Просто 7 скелетов С довольно Бесполезными правилами Там Поверьте Просто даже немцы Смотрите Все очень интересно Скачайте Варскролл на ГВ Гляньте сами Что можно сказать Про эстерам Как вы поняли Я постарался Каждому юниту Там сделать Привязку Героям Обилкам Магии И легионом Поэтому здесь Мы в принципе Все обсудили Очень Разные стили Игры есть То есть легион крови У нас поощряет Игру от скелетов Конкретных Юнитов Виркос у нас Поощряет игру Вообще всего А Вингори Не поощряет Игру Как факт Про них вообще Забудьте Ну и так далее Я не буду Называть здесь Конкретных Расскеров Метовых Потому что Потому В общем Есть несколько причин Первая Заключается в том Что метовых Расскеров для вампиров Просто нету Потому что В этой книге Столько всего Что играет хорошо Интересно И очень по разному В зависимости от того Как вы этот конструктор Соберете Что выделить Пока что По крайней мере Книга вышла Недавно Что-то одно Самое эффективное Не представляется возможным Есть пока только Несколько известных связок Ну или связок Которые я там сам придумал В общем Не важно Вы тоже можете придумать Свои Поэтому давайте Я вам расскажу Про эти связки Вот И от них Уже можно дальше Строить свою армию Набирая по вкусу И по желанию И даже легионы Можно варьировать Я бы советовал Играть по Виркусу Просто потому что Рерол магии На ваших вампиров Это очень круто Потому что У вас уже можно Сделать спокойно Плюс 2 к костам Белодама имеет Плюс 3 У вас важная Хорошая магия Есть что Покастить Этот рерол Очень сильно защищает вас От 2 копеек На магию Соответственно Получение Морталок И невозможности Что-либо кастовать дальше Очень хорошо Там баф На плюс 2 вунд Вашим саммонам Был юнитом Тоже пригодится Тоже нужно Тоже надо Все хорошо В общем Советую вам смотреть На Виркус Легион Ночь Тоже может поиграть От засад В принципе Если хотите Остальное Наверное Все таки больше по фану Вот Ну как по фану Там хорошие правила Хорошая команда Рейты И артефакты В целом Ну по крайней мере На фоне того Что представлено В книге Поэтому Этот конструктор Можно собрать Как вам больше нравится И вы не ошибетесь В общем Какие связки Для ростера есть Это во-первых Вайткинг Тридцатка Грэвгвардов Потому что Вайткинг Он лочит их Как батллайн Радукар Плюс Вампир лорд Почему так Потому что Радукар и вампир лорд Смогут стаком Своих команд обилок А за счет того Что у Радукар Это аура Ее можно настакать Смогут выдать Тридцатки Грэвгвардов Плюс 2 атаки Ну и вы понимаете Что будет Туда еще Халгрима надо включить То есть Халгрим Радукар Вампир лорд Вот ваша связка На Грэвгвардов Если хотите играть От одного крутого Крупного блока Плюс можно Максить зомбаков То есть Буквально взять 180 Это будет Стоить вам Чуть больше 1000 очков Но это очень много тел И вокруг этого Набираете героев Для поддержки Это скорее всего Белодама Вампир Некромант И обязательно Горслав Туда можно включить Блоднайтов Допустим Как ваши тяжелые Пробивные юниты И просто давить Противника массой Имморталками Главное Правильно Комбить обилочки Внутри Есть также Это не связка Скорее А Связка Внутри себя Это Нагаш Это сразу 970 очков Но Нагаш Отлично играет Этой армии Потому что Вы к Нагашу Можете взять Спокойно сотню Зомби Чтобы у вас были Тела на карте Взять несколько Элитных отрядов Допустим Блоднайтов Даже пачку Или две То есть Нагаш Пачка блоднайтов Скажем 80 зомби 2 по 40 Ну или 60-20 Я рекомендую 2 по 40 Просто чтобы у вас Более равномерно Были распределены Юниты И Допустим Какой-то герой На поддержку Там сколько На эти очки влезет Можно взять что угодно На самом деле Это Некромант Это Вампир Лорд Это Венгарианец Даже если влезет Хотя вроде не влезает Ну может и влезть Посчитайте Здесь это не суть важно Тут что вам больше нравится То есть Даже при наличии Нагаша Ваша армия Может быть все еще массовой Включать более сотни моделей И Действовать в общем-то Довольно больно Сама по себе Нагаш еще хорошо Играет на максе зомби Почему? Потому что он позволяет Им игнорировать батлшок На всем поле боя То есть даже можно взять Две шестидесятки зомби И совсем понемногу Да включить героев Там еще десятку собак Для третьего батлайна Да Просто потому что Ваши шестидесятки зомби Под Нагашем Во-первых Реролят копейки На попадание То есть больше шестерок Могут выкинуть А это марталки А во-вторых Они игнорируют батлшок То есть Ваши большие пачки Не будут рассыпаться Под собственным весом То есть Когда вам бьют Тридцать зомби А вам их убьют Это как бы правда жизни Они могут довольно больно посыпаться Вот Нагаш вас От этого как бы защищает Ну и Нагаш сам по себе В принципе При грамотном использовании Это Такой вихрь смерти Который Летает по полю боя И убирает вражеские юниты Один за другим При этом не особо отличая Минимальный батллайн юнит От крутого Защищенного элитного Есть еще одна Хорошо работающая связка О которой я сегодня говорил Это у нас Манфред Плюс Радукар Плюс Вампир Лорд И что-то вокруг них По той простой причине Что сам анабл юниты В таком разрезе Могут получать Плюс 3 атаки И плюс 1 На попадание И на ранение То есть Даже сюда Можно 30-ку Грейфгвардов Будет впихнуть Потому что Манфред Вампир Лорд И Радукар Это на самом деле Около 800 очков Вы берете 2 по 40 зомби Это еще получается 660 очков Это 1440 И за 420 Это 1860 очков У вас вмещается Блок в 30 Грейфгвардов Можно туда еще Запихать Допустим Десятку собачек По дополнению К тем Которые Призовет Соответственно Радукар И как-то Плясать От этого Можно Вместо этого Запихнуть Разделить Одну пачку 60 зомби На 40 и 20 И запихнуть Туда Труповоз Чтобы Манфред Более надежно Кастовал Свои Спылы Можно так Сделать У вас Три Хороших героя Два из них Отличные Рукопашники Третий Он маленький Герой Как Бампирчик Простой Там Хорошие Рукопашники У вас 120 тел В виде Зомби У вас Есть Десятка Собак Еще Десятку Вызовет Радукар У вас Есть Очень Мощный Блок Могильной Стражи Который Под Манфредом Получает Плюс Один Тухит Ут Это По факту Все Что им Надо Туда Бафается Количество Атак Манфред И Радукар Бафают Количество Атак Не Только Грейф Гвардам А еще Зомбакам Вампир Может Выбирать Куда Он Хочет Ложить Атаки У вас Получается Около 180 Тел На Карте 20 Из Которых Двух Вундовый Несколько Героев У которых Больше Десяти Ран Очень Круто Может Сработать Поэтому Если Хотите Отыграть От Манфреда Пожалуйста Это Можно Вводить Как По Виркасу Так Легион Ночи Привязки Киевардов Здесь Особой Роли Не Играют Роль Играют Абилки Как Вы поняли Армия Очень Хорошо Работает От Героев Потому Что Вампир Это Всегда Про Характер Того Лидера Того Харизматичного Вампира Который Ведет За собой Ворду Мертвецов И Эта Книга Это Очень Хорошо Отображает Потому Что С той Связкой Которой Я вам Рассказал Манфред Мордукар Можете Брать Не Зомби Игры Гвардов А можете Взять Скелетов И Блад Найтов Потому Что Смысл Тоже Блад Найты Правда Конечно Гораздо Хуже Чем Тридцатка Гвардов Будут Нарубать Но У них Другие Привидения Вот Классическая Связка Героев У нас Есть Это Белодамма Некромант Вампир Лорд От Этого Можно Плясать Дальше Хорошая Крепкая Связка Героев Туда Можно Запихнуть Труповозку Мортис На У вас Нет Вайт Кинга В росте С Манфред У вас Кстати Тоже Получится Не 30 Скорее Всего Вайт Кинга Не Включал Можно Его Взять Вместо Двадцатки Зомби Но Это Уже Вам Решать Как Вам Больше Хочется Вайт Кинг Тогда 30 Героев Гвардов Или Без Вайт Кинга 20 Но Освобождается Больше Очков Я бы Рекомендовал Вам Нечто Среднее То есть Взять Много Много Тел Это 60 Скелетов Или 120 Зомби Чтобы У вас Была Критическая Масса Тел На Карте То есть Хорошо Играли На Точки И Даже Можно Сказать Живучесть Если Берете Зомби Берите Гарслава То есть На самом деле Берите Юнит Который Вам Нравится Они В принципе Все Неплохо Играют Зомби Скелет Игры Гварды Это Обязательно Халгрим Соответственно Манфред Ардукар Вампиры Это Все Бафают Сами По Себе Можно Нужно Брать Белодаму Она Очень Метовый Хороший Сильный Ростер Потому Что Это Хороший Маг Сам В себе И Династия Виркас В принципе Сейчас Самая Играбельная Потому Что Она Умеет Все Другие Династии Средоточены На Определенных Фишках Но Просто Зачем Вам Допустим Плюс Один К Сейву В первом Батлраунде За легион Ночи То по своим Скелетам И зомбям Мне кажется Лучше Взять Виркас Получать Всегда Плюс Один В аурах От Вампиров Реролить Косты А если Вам По какой-то Причине Надо Сохранить Свой Юнит Скелет В которых И так Защита Не ахти Какая Можно Спрятать В грейвс Тогда Вам Хочется Бэков Отыгрывать То Пожалуйста Это Будет Хорошо Это Будет Не слабо Как Это Бывает Иногда В других Книг Но Самое Крутое Конечно Сейчас Это Виркас Это Туда Пихать Белодаму Соответственно Грейвгварды Тоже Хорошо Себя Показывают Они Во многих Метовых Расписках Сейчас Есть Нагаш Кстати Говорят Тоже Во многих Турнирных Растерах Имеется К нему Берут Я рассказал Про свои Мысли Там Как Можно Поюзать Например Хорошо Морти Сэнджин И в количестве Двух Штук Я вам Тоже Сказал То Есть Ваши Основные Большие Отряды Не сильно Играют Роль Что Вы Возьмете Главное Какая У вас Основная Мякотка Потому Что Армия Вампиров Там Всегда Имеет Значение Элита Которая В ней Есть Немногочисленная Дорогая Она очень больно Бьющая И герои Которые Все это дело Ведут Вокруг Характера Которых Армии Построены Это Просто Понимание Того Как Работают Вампиры Вархаммер За памятных Времен Да я думаю Вообще Везде Потому что Вампир Это всегда Как бы Центр Сам в себе Если же Вам Интересны Конкретные Растера Которыми Уже Играли Наши Соратники По Вархаммеру И в других Срамах И у нас Тоже То Вы можете Посетить Замечательную Группу Называется Age of Battles И это Александр Тавискарон Очень опытный И старый Игрок В Age of Сигмар Там Он Выкладывает Растера С самых Разных Турниров Топовые Растера Естественно Которые Прошли В мире Они Актуальны То есть Турнир Прошел В течение Неских Дней В группе Появился Пост С Растерами Победителей Топ 3 Там сейчас Часто Фигурируют Soul Blight Gravelords В том числе Манчестерский Турнир Где Нагаш Взял Второе Место Там Тоже Это Все Есть Можно Посмотреть Конкретные Примеры Ссылочку Я оставлю Внизу Описание Обязательно Подписывайтесь Равно Как и на Мою Группу Моргомерс Бэрроу Ссылка Тоже Будет В описании Но Помните Что Вампиры Как я Скал Они Центрируются На персонажах И синергиях Юнитов Которых Много Основные Я вам Назвал Но Это Совершенно Не значит Что Те Которые Вы Придумаете Разовете Сами Те Которые Нравятся Вам Будут Играть Как-то Плохо Или Играть Не Будут Так Что Экспериментируйте Эта Армия Очень Поощряет Самые Разные Стили Игры Здесь Нет Какого Определенного Архетипа Здесь Нет Юнитов Которые Однозначно Не Играют Ну Кроме Там Может Пары Незначимых Типа Касарги Найтгарды То Они Будут Играть Если Вы Будете Водить Ростер От Радукара Поэтому Просто Делайте Как Хотите По Максимуму Будет Круто Несколько Самых Таких Сильных Комбинаций На мой Взгляд Я Назвал Это С Манфредом С Белодаммой С Грейвбордами Книжка Отличная Многогранная В ней нет Однозначного Пайвера Но и нет Однозначных Лузеров Я думаю Суммарно Она вышла Очень сильная Но без Каких-либо Перегибов То есть Там есть Крутые Связки Крутые Юниты Я это Много раз Уже говорил Но нет Чего-то Вырвиглазного Нет У того Что Армия Умеет Абсолютно Все Абсолютно Макс У нее Есть Слабые Места То есть Я вам Расскал Морталок Можно Много Носить И Передвигаться Быстро И Контрить Самые Разные Стили Игры Ваших Оппонентов Но Скорее Всего У вас Не Получится Делать Все Это Одновременно И Сразу В Одном Ройстере То есть Куда-то Вам В какую-то Сторон Придется Уходить Больше Чем В другую И Этим Этим Эта Книга Интересна То есть В ней Нет Эмбаланса По ценам И Способностям Юнитов То есть Все делают То Сколько Они Стоят Но Кроме Может быть Вашей Негероической Монстры И Может быть Вардрай И Вампир Лор На Зомби Драконе Ну И Мне кажется Это Можно Заставить Неплохо Поиграть Поэтому Как-то Так Дерзайте Хорошего Время Пропровождения Обзор Получился Длинный Надеюсь За это Время Что-то Покрасили Просто С Будет Выходить На Моем Канале Теперь Каждую Неделю Благо С приходом Третьей Редакции Есть О чем Поговорить Есть Что Обсудить Очень много Неоднозначных Моментов Неоднозначных Нюансов Многое Что изменилось Действительно Многое Это все Мы с вами Не спеша И Обстоятельно Разберем Посмотрим Ну А вы Не забывайте Подписаться На канал Если еще Не подписаны В комментариях Пишите Какие темы Вас еще Интересуют Если хотите Поучиться И территориально Находитесь В Москве Или готовы Приехать Поиграть То пишите Мне В личные сообщения В группе Вконтакте Можете Даже здесь В комментариях Если хотите Можете Мне вконтакте В профиль Как вам удобно Армию на 1000 очков Я вам на пробную игру Выдам Все расскажу Покажу Ну а пока До скорых встреч На нашем канале Всего вам хорошего Хорошей вам игры Не забывайте Подкрашивать Свои армии Играть А главное Делать это все В удовольствие Всем пока Субтитры подогнал